МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа специальный корреспондент студии Евгений Попов. Здравствуйте. Сегодня посмотрим репортаж о том, к чему уже привел самоубийственный отказ Украины от российских лекарств. Это настоящий мор, не иначе. И сенсационный фильм расследования Бориса Соболева о коррупции в вузах. Сколько стоит место в вузе без ЕГЭ? Как эти люди будут нас лечить и строить дома уже всего-то через несколько лет? У нас в студии Владислав Дайнега, представитель ЛНР. И накануне вы участвовали в минских переговорах, очередном этапе переговоров в Минске. День для ЛНР, для Лугански особенный, потому что год назад как раз был совершен налет прямо на центр города. Были выпущены несколько ракет украинской авиации по администрации. Сколько тогда погибло человек? По-моему, 12 или 13. Есть ли прогресс в Минске? Действительно, дата совпала. 2 июня прошлого года. Это была первая такая откровенная агрессия вооруженных сил Украины. Авиаудар по центру города. Погибло сразу на месте 8 человек. Трое скончались впоследствии в больницах. Более 30 получили ранения той или иной степени тяжести. Первый шок прошел, когда я спустился. Я был буквально в этом здании в 15 метрах от места попадания... Ракеты, да, ракеты в здании. Когда спустился вниз, первое впечатление, это кровь сразу. Те, кто успели спуститься в бомбоубежище, следы крови были на полу, на ступеньках и так далее. Тело женщины, стекавшей кровью в коридоре, вышел из здания посмотреть, что происходит возле. Там первое впечатление, это палец. Палец большой ноги лежал вот непосредственно, буквально передо мной, через который надо было перешагнуть. Перешагнуть было сложно. Но то, что я видел дальше, это было еще более страшно. Это гора тел, три или четыре тела. Впоследствии оттуда мы... Первое впечатление было, что им помочь уже нельзя. Но зашевелилась женщина, мы ее оттуда вытащили. Она была из Кромсона полностью. На ней не было буквально живого места. Единственная ее мысль, она просила, дайте телефон, позвонить дочери. Я не знаю, это настолько врезалось в память. Вот сейчас перед глазами у меня лицо этой женщины... Вы на переговорах в Минске напомнили украинской стороне о том, что день памятный, травмы... На переговорах... Ну, этот вопрос сложно, скажем, вписывался в картину переговоров. На одной из групп, на одной из рабочих групп сочли возможным даже почтить минутой молчания память. И украинская сторона почтила. За что большое спасибо, в том числе и украинской стороне, которые поддержали. Только для этого, кажется, нужно собирать Минск. Хотя бы для этого, да? Потому что это дает перспективу, дает надежду, что будут дальнейшие решения. Да, и несмотря на эту дату, работали достаточно конструктивно. Обсудили в рабочих группах те вопросы, которые были в повестке дня. В частности, по безопасности разговаривали по Широкино. И что меня несколько даже удивило, нашли точки соприкосновения. Уже есть понимание, каким образом эта зона может быть демилитаризована. Сейчас к обсуждению остались только детали. По другим направлениям тоже шла достаточно конструктивная работа. В частности, по группе политики достаточно много вопросов обсудили. Осталось еще больше пока незакрытых. Но есть прогресс, есть диалог, который может дать нам результат. А ночью, этой самой ночью, в то время, когда вы вели фактические переговоры, был обстрел Горловки. Как раз это ЛНР. То есть на фоне мирных переговоров украинская армия продолжает обстреливать районы как Луганской республики, так и Донецкой. Енакиево, Горловка, районные Донецка. В последние три дня было убито уже три человека. Погибли, да? И гораздо больше было ранено. Давайте спросим у представителей Киева, почему нужно обязательно мирные переговоры сопровождать огнем? Спасибо за слово. Хотел бы поддержать слова представителей ЛНР. Действительно, находят точки соприкосновения потихонечку. И конфликт уже угасает. И чем больше мы будем показывать такого характера видео, душераздирающих, тем больше будут идти финансовые потоки, как волонтеров на Украине, как людей, которые переживают. Ну и, естественно, официальный спонсор войны на Донбассе, ЗАО «Кремль», поддерживать эту войну. Какой? Какой? Что вы? ЗАО «Кремль». Это что такое? Ну, это понятно. Это не будем сейчас акцентировать. Это вам понятно. Нам тут, честно говоря, не очень. Фамилия, фамилия понятна. Естественно, мнение мое, что финансово спонсируют, собственно, наемников, и война на Донбассе, это, понятно, собственно, российская сторона. Что, откуда вдруг у вас такая мысль взялась, что наемники спонсируют? Нет, финансово, нет, финансово. Минны, чьи? Нет, это кем они спонсируют? Финансово, финансово, финансово. Не потянуть, не потянуть в течение полтора лет, полтора лет, не потащить финансовое обеспечение наемников в зарплату, которую получают в валюте. Причем с коэффициентом, привязанной к это что? У вас ведомости есть. Это информация. Продемонстрируйте их, пожалуйста. Это информация. Давайте, давайте вот сейчас порядка двух тысяч поляков находятся в районе Станицы, в районе, там поближе к Харькову, там еще тысячами исчисляются натовские наемники. Так что, я думаю, человек понимает, о чем говорить. Дело в том, что финансировать поляков и других западных наемников, на это западная финансовая помощь существует и цивилизованный мир правда. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки вернулись к сути происходящего, к Минским соглашениям. Не надо вот эту привычную тактику здесь демонстрировать. Почему Минские соглашения нарушаются? Сейчас, секунду. Они нарушаются на месте людьми, которые не готовы. Минские соглашения целенаправленно нарушает украинская сторона. Минские соглашения, их основа закладывалась 5 сентября. И в основе лежало два основополагающих документа. Закон об амнистии и недопущении преследования лиц в связи с событиями. И закон об особом статусе. Один из них даже не вышел из стен Рады и не попал на рассмотрение президента. А другой не действует. А второй якобы ввели в действие, но сначала не было субъекта полгода. Потом, когда определили в первом приближении этот субъект, выхолостили собственно саму суток закона. Заплакировались тело закона, статисты 2 по 9. И вы говорите о том, что кто-то чего-то нарушает. Давайте начинать. И позвольте, почему Украина не выполняет ключевые вещи? Почему? Почему? Я не могу построить мирный диалог. Я просто хотел бы закончить. Почему ВСУ нарушает перемирие? Смотрите, ситуация ведь очень простая. Донбасс сказал, что он не сдастся. Но он готов к компромиссам. И поэтому появились минские соглашения. Они идут трудно, но шанс и надежда есть. И я считаю, что это единственное спасение для Украины и для ее государственной целостности. Реализация этих минских соглашений. Потому что если Украина не будет этого делать, она приведет к большой войне на своей территории. Я считаю, что Украине это не нужно. И России это не нужно. Теперь второе. Почему продолжаются обстрелы? Потому что в вашем государстве должностные лица этого государства позволяют себе выходить на трибуну парламента. Например, как это сделал господин Луценко. И публично говорить, что цель украинского государства состоит в том, что нужно блокировать Донбасс, нужно удалить его как раковую опухоль, что мира достичь этого на этом направлении невозможно. И что мы все сделаем, чтобы реализовать и уничтожить Донбасс силовым путем. Это делает руководитель фракции подконтрольной нашему президенту. Поэтому, когда, видя такое прикрытие политическое, те боевики, которые там у вас находятся, и, кстати, в том числе и наемники из Польши, и из других стран, и которые получают деньги, тоже интересно, откуда. Они в бюджете Украины предусмотрены. Покажите мне статью эту в бюджете. Получая политическое прикрытие, эти люди чувствуют себя безнаказанными и чувствуют себя получившими приказ вести такие обстрелы. Давайте конструктивно. Почему в ССУ вооруженные силы Украины нарушают перемирие, стреляют на фоне переговоров? В отчете помощника Агентства КООН, что именно в чем указано, нарушают солдаты в ССУ, нарушают представители ополчения. В ССУ, те, кто нарушают, действительно есть прецеденты. Почему нарушают? Потому что в каждой войне обе стороны хороши. От этого никуда не убежишь. Но только в этом же отчете... Идут мирные переговоры. Только в этом же отчете. Почему нарушают? Просто экономические законы. Смотрите, люди, которые воюют там, которые сидят на месте, им все равно. Нет, Сергей, они не под контрольной власти. Я об этом говорю. Он получает деньги в зависимости от чистоты обстрелов. Как наемник, как солдат в ССУ. И есть приказ Порошенко, он получает больше, если идет обстрел. И то же самое с наемниками. И то же самое с наемниками. И то же самое с наемниками, понимаете? Солдат, кто наемник, кто должен? Нет, Евгений, Евгений. Евгений, Евгений, Евгений. Не выбрал за обжение. За дать заемникам, вы не хотите зарабатывать деньги. Вот смотрите, только одно молодое число. Смотрите, что интересно. За обстрел мирных кварталов, убийство мирных людей, ваши люди, это сказали вы, не я, получают деньги. Да, мы поняли. Эту мысль ее зафиксировали. Это не до Елены Бандаревны. Нарушение. И нарушение есть. Столько они получили за эту бомбардировку? Вы знаете? Сергей, я думаю, что это мысль зафиксирует ваши и два рода, это трибуналы. Это так, позвольте. Сергей, выпущите. Это было на ракете, что за дырка. Посмотрите. Когда стреляет самолет? Это все уже давно разобрано. Да, там мы знаем, что кондиционер спровоцировал этот звонок. Мы еще и будем похватились и сделали отличный репортаж. Одну секундочку. Елена Бандаревна. Мешаться, пять минут. Война будет продолжаться ровно до того момента, пока есть люди, которые заинтересованы в этой войне. Кто зарабатывает? Давайте посмотрим. Можно говорить все, что угодно. Это будет выглядеть просто как эмоциональный, ну извините за такое слово, чёс. Кто заработал больше всех за прошлый год? Только лишь по официальным декларациям. Берем декларацию господина Порошенко, который является президентом нашей страны. В семь раз вырос личный доход. Мы берем декларации других депутатов от блока Петра Порошенко и Народного фронта. Та же самая ситуация. Кто зарабатывает в зоне конфликта? Ни для кого не секрет. Масса видео, масса документов, в том числе и от АБСЕ, что зарабатывают на этом конфликте кто? Комбаты частных батальонов. Каждый день мы видим доказательства применения тяжелой артиллерии. И последний момент. Можно было списать на то, что это говорит Бондаренко, которая представляет оппозицию в Украине. Мы поднимаем официальные комментарии. Мы списываем на то, что говорит гражданин Украины Елена Бондаренко. И просто мама. Давайте возьмем официальные комментарии господина Авакова, к которому вы понимаете, что у меня соответственное отношение. Он вам угрожает. И он дает абсолютную статистику сам, как министр внутренних дел. Он говорит, что в среднем, по моим подсчетам, один блокпост в Украине это миллион гривен наличкой в день. А это сориентируется в какой-нибудь конвертерной валюты? Ну, если у нас около сколько, Спиридон? 3000 блокпостов? 100 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Умножайте на миллион в день, и умножайте на месяц, и вы получите огромные суммы кэша, которые идут в зоне военных действий, в карманы вот этих батальонов. С чего? За оправу? Эти люди, эти люди будут заинтересованы кровно в этой войне. Эти люди кровно заинтересованы в том, чтобы мародерить все, что там находится. За транзит и за риск быть убитым. На фоне мирных переговорок, в траурный день, где ВСУ продолжает обстрелы, гибнут люди в городе. Когда вы задали абсолютно правильный вопрос, в ответе, который звучит, либо наивность, либо лицемерие. Потому что, если не признают факты реальные, что вооруженные силы Украины нарушают перемирие и ведут огонь, это лицемерие. А если начинают ссылаться на то, что якобы это ответ или там что-то неуправляемое, тогда, значит, нужно признать в том, что киевская власть не контролирует вооруженные силы либо отдельные бригады и батальоны. И, соответственно, тогда они должны сказать, что мы несостоятельная власть, давайте мы уйдем в отставку, пускай придут другие. Потому что сегодня, когда идет процесс Минских соглашений, совершенно очевидно, что украинская сторона готовится к новой войне, которая может начаться буквально в ближайшие там дни недели. И поэтому им наплевать уже на многочисленные обстрелы, потому что они готовят, как перед наступлением, просто арт-подготовку. Вот что они делают. Поэтому в свое время получат в очередной раз по мозгам от ополченцев, и тогда снова будет очередное Минское соглашение. И но не дано. Украинская сторона готовится к войне, Сергей Михайлович. Во-первых, вы знаете, когда боевики ставят грады на жилые дома, и потом думают, а как же реагировать? Должна украинская армия на эти грады. Она должна просто стоять и смотреть, чтобы эти грады продвигались в других областей? Или она должна сбивать эти грады? Это во-первых. Во-вторых, нет данных. Она тоже подтвердила, что силы ДНР отвели тяжелое вооружение от линии разграничения. Но мы получаем только факты обстрелов из тяжелого оружия с украинской стороны. Во-вторых, почему-то речь идет о годовщине обстрелов. Никто не говорит о годовщине захвата славянской администрации. Между прочим, славян сегодня украинский город. Украинский город. И он счастлив. В захвате администрации в Киеве, Львове и вооруженной складовой. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом. Все были за идеи. Да, потому что он украинский. Там нет войны. Просто одну секундочку. Давайте посмотрим, как счастлив сегодня Славянск. Он вот этим счастлив. Если можно вывести на экран фотографию, что там сегодня случилось. Он счастлив тем, что сегодня в Славянске снесли памятник Ленину. Он этим счастлив? Там нет войны, понимаете? Для людей это счастье. Где нет войны, они там не гибнут люди. Вот это счастье. Люди в масках сегодня там снесли памятник Ленину. Евгений, счастье, что нет войти для этого города. Ну два человека без маски, а остальные почему не в масках? Одно, ну не симпатичные, они не переживают за себя. Вот вы у вас. Чего вы ходите все время в масках? Кто в масках? Посмотрите, люди без масок, успокойтесь. Сносят памятник, да? Эти в масках, там без масок. А вот эти, только и без масок. Они переживают. Объясняю, потому что это житель этого региона. Это житель этого региона. Это житель этого региона, и он понимает, что его узнали. Правый сектор и снес. Это приехал отряд правого сектора и снес. Правый сектор только ночью занимается. На самом деле, ну вандалов очень сложно комментировать. Вандалы не всегда остаются вандалами. Что бы они на самом деле не делали. Безусловно. Но я все-таки хотел бы вернуться вот к тому, о чем мы начали. Минские договоренности. Вот я вам честно скажу, у меня где-то там глубоко-глубоко в душе есть маленькая надежда на то, что все-таки эти договоренности могут быть реализованы. Ну и если говорить откровенно, то для меня абсолютно очевидно и понятно, что брака по любви не будет. Ввиду, скажем так, отсутствия взаимных симпатий с обоих сторон. Брака по расчету тоже не будет ввиду непривлекательности того, кто, собственно говоря, сватается. Но остается только какой вариант? Остается только третий вариант. Это брак по принуждению. Не самый лучший вариант. Но даже в этом браке рождаются дети. Но в этой ситуации, в которой оказалась сегодня Украина, другого пути, кроме политического и дипломатического, абсолютно никакого другого пути нет. И это надо просто понять. И если политики, которые находятся на территории ЛНР, на территории ДНР, на территории Украины, представляют интересы этих людей, миллионов людей, я подчеркиваю, в самом деле там порядка пяти миллионов, там под сорок миллионов людей, да? Эти люди живут и на той, и на другой стороне с надеждой на мир. И я вам объясню, если кто-то думает, что с надеждой на мир живут только в Донбассе, то уже сегодня в Украине, после того, как 200 тысяч повесток разнесли по домам, то люди уже стали сопричастными к этой войне. Если раньше они этого не видели, они этого не понимали, то сегодня они понимают, что завтра их могут туда призвать и завтра они могут быть участниками всех этих событий. Поэтому я заканчиваю свою мысль. Хочу сказать, что я как политик, как человек, как гражданин, как отец троих детей, я считаю, что другого пути нет. И все, кто делегированы сегодня на переговорный процесс в Минск, должны сделать все от имени того народа, который они представляют, для того, чтобы это было решено исключительно дипломатическим мирным путем. Да, сейчас, секундочку, депутат Старшинов, потом вы. Вот здесь очень важная мысль прозвучала про мобилизацию. Мы видим, что сегодня на Украине, ну, уже просто сюр, правда. Сначала Львовский оперный театр призвали почти в полном составе в армию. Накануне Харьковскую филармонию. В повестке вручают гаишники, да, то есть на остановках в транспорте. А вот если война правая, то должны быть очереди в военкоматах. Вы знаете, дело в том, что, вот, на самом деле, на самом деле, я бусквально тезисно. Ну, первое, почему стреляют там, в чем причина? На самом деле, конечно, очень тяжело останавливать вот такие конфликты, и практика их показывает, что там такое хитросплетение различных интересов внутри уже, там, между полевыми командирами, там, вот этими нацгвардией, военными, кто там что, где взятки берут на постах, очень сложно разобраться. Но тот тренд, как сейчас модно говорить, который задает украинское руководство, конечно, ну, он не то, что подогревает это, он это абсолютно на 500% стимулирует, такое поведение украинских военных и нацгвардейцев, когда, конечно, они видят и чувствуют эту политическую поддержку, о чем совершенно справедливо было сказано, когда вроде он говорит, товарищ, дай будем договариваться, и тут, значит, с высокой трибуны в Раде, давай, значит, убивать, резать, отделим. Ну, о каком здесь, как на это будет реагировать вот тот солдат, которым он и так только повод ищет, как начать, а ему еще говорят, давай, это, хлопец, вперед. Вы некорректно, вы даете цитату, не корректно. А вот сейчас я про то, что корректно или некорректно. Вот сейчас вы сказали про вот сюда. Вы знаете, на самом деле, вот какой-то, я вот смотрел сейчас Псаки, она до того, как ушла там в отпуск, я вот иногда смотрел и думаю, она правда такая или прикидывается. Понимаете, вот когда мы, к сожалению, пытаемся вести какой-то конструктивный диалог с представителями украинской стороны, не всеми, конечно, но, к сожалению, сподавляешь бы всех тех, кто принимает решение. Вот у меня такое ощущение, как у Псаки. Вот нам сейчас говорят, первый пункт, значит, грады, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Им тут же говорят, слушай, на БСЕ подтверждает, отвели грады. Уже первый пункт, а сказала, никого. А теперь второй пункт, еще какую-то ересь, понимаете, которая вообще ничего общего с действительностью не имеет. Но дело в том, что в таком ключе, к сожалению, ведутся переговоры на самом высоком уровне. Вот в чем ужас. Ну вот чем можно объяснить, просто, вот каким здравым смыслом и чем. Вот Саакашвили зачем назначили? Понимаете? Вот это, как это можно? И я вам что еще хочу сказать? И еще одна маленькая ремарка, и я понимаю, что дефицит времени. Вы знаете, и конечно, конечно, вот эта вся риторика в таком милитаристском угаре, безусловно, на нее обречено украинскому руководству по одной простой причине. Я сейчас закончу, и вы будете с цитатами. Значит, по одной простой причине. Потому что как только вот эта, так сказать, военная риторика вдруг смолкнет, то следующий вопрос, который у всех возникнет украинцев, скажите, ребят, а деньги-то где? Михаил Игоревич, да. Сейчас, одно слово, Борис Борисович и Павел Алексеевич. Знаете, коллеги, мы тут уже, прямо скажем, не первый год, вот один и тот же сценарий. Сначала показывают ужасные кадры, как ВСУ разбомбило что-то, погибли люди, и это правда. Это ужасно, да. Смешно было, да, из-за того, что показали год назад. Нет, ну просто это правда. Вы знаете, Борис Борисович, мы не напишем этот сценарий. Пожалуйста, киевским коллегам. Дайте, 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 я просьба, можно я вот поговорю? Если была причина трагического события, мы не можем об этом не сказать. Жень, можно я как-то вот постараюсь так же, как коллеги с той стороны, как-то связано выступить? Дальше. Украинская сторона тут же что-то такое предъявляет. То есть все-таки вы на другой стороне? Нет, я на стороне России, безусловно. Нет, это для выборов. Я на стороне России, у меня просьба, ну как-то меня не сбивать. Смотрите, в то же время есть другие истории, ровно симметричные, с той же стороны. Вот сегодня войска ДНР штурмуют, говорят, даже взяли поселок Маренко под Донецком. Говорят, даже взяли. Борис Борисович, лексика. С той стороны атаковали батальон шахтеров в Восток, там тысячи людей, танки, которых там не должно быть. Но это у нас не показывают, и наш зритель начинает думать, что только украинцы нарушают перемирие. Борис Борисович, очень коротко. Вы какими источниками пользуетесь? Пожалуйста, я вот сегодня читал кучу сообщений, в частности российские, вот у меня открыт, вполне официальный, замечательный сайт. Официально? Газета.ру. Почитайте статью. Ополченцы и Киев готовятся к новому витку войны. Подробно корреспондент находится среди ДНР и видит, как они берут Маренко. То есть это вы берете предположение чьё-то и уже делаете с ним выводы? Просто я предложил бы российской журналистике показывать бы им обе истории. И если бы они нужны, пустите меня в Киев, я покажу, что там происходит. Вы все присутствуете, наверное, кроме коллеги из Луганска, совершенно беспордонно разговаривают о том, что там было. Вот из всех, кто здесь, вот единственный человек стоит, кто реальную знает картину, которая там живет. А чё в газете написано? Вы знаете, на заборе чё написано? А там стройка, понимаете? Борис Борисович Заканчал. И вот эти вот демагогические заявления, где чё написано? А вы съездите туда и посмотрите, кто чё захватил. И я вот что хочу сказать. Вы говорили, я вас не перебивал. Не затыкайте меня. Пожалуйста, не затыкайте меня. Пожалуйста, я завершаю. Так вот сейчас, дорогие участники телевидения, дорогое руководство российского телевидения, телеканалов, нужно больше не показывать этих урозов, они с обеих сторон, а больше говорить о том, о чём говорил уважаемый господин Дейнега. Вопрос решается на этих тяжёлых, нудных переговорах по политическому регулированию. И пока они не договорятся ДНР, ЛНР с Киевом. Как все любят, Борис Борисович, заявляйте в свободе слова и руководить российским телевидением, российскими журналистами. А можно, Жень, секунду, а можно вот не обвинять российское телевидение, Боря, не обвинять российское телевидение, а обвинять товарища этого самого Юрия Луценко, который прямо с трибуны Рады предложил к тому, чтобы Донбасса уничтожен. Ты это можешь сделать. Мой дурак, что он так предложил. Вот спасибо. Спасибо. Так это и в украинской проблеме. Это минус. А это пока в России живут. Мы должны выслушать все-таки официальную версию господина Дайнехо. Реальная картина состоит в следующем. Когда у нас наблюдается где-то порядка 10-20, ну максимум 30 нарушений в сутки режима тишины, можно говорить о том, что идет положительная динамика в мирном процессе. К сожалению, на сегодня эти нарушения уже приближаются к 70. Еще немного, еще капля. И дальше говорить о мирном процессе уже будет бесполезно, потому как это будут откровенные боевые действия с обеих сторон. Это очень настораживающее заявление. С обеих сторон. С обеих сторон. Естественно, с обеих сторон. Когда нас обстреливают, а начали обстреливать сегодня в 2 часа ночи Горловку, чуть позже начали Дебальцева и Донецка обстреливать. Это что было? Это мирные переговоры продолжали. Нет, конечно, но не только это происходит, а еще Марьинку штурмуют. И каким образом мы должны смотреть на то, что у нас гибнут мирные люди? Вы понимаете, в чем разница? Мы открываем огонь в ответ по вооруженным силам, по вооруженным формированиям. А на нашей стороне гибнут мирные люди. Мы защищаем свой народ. Все правильно. Очень просто. Давайте я вас помирю сейчас. Скажите, пожалуйста, для чего нужны Минские соглашения? Они к чему ведут? К миру? К миру. А политически они ведут к тому, что ДНР, ЛНР получат самостоятельность. Правильно? Теперь объясните мне, зачем ДНР и ЛНР нарушают соглашения, которые ведут к их самостоятельности? И почему в это же время мобилизация идет на Украине, если дело идет к миру? И к самостоятельности этих республик? Потому что, к сожалению, к сожалению большого. Какой смысл им нападать? Они что, Киев обстреливают? Они Харьков бомбят? Которые думают, что можно их победить в военном пути. Они первые, не заинтересованы в войне. Поэтому они сохраняют перемирие. Сколько детей погибло на Донбассе? Детей погибло уже больше 200 в этом году, только в этом 17 человек погибло. Это за период действия мирных соглашений 17 детей убито. Но кто их убил? Это крады, которые где-то прятали. Киевские войска их убили, правильно? Просто коллеги, сообщите, напомню. Их убили ВСУ, вооруженные силы Украины. Потому что с той стороны сохраняют перемирие, а с этой стороны бомбят каждый день. Погибают дети. Всем плевать. Украина вышла из конвенции по правам человека и свободам граждан. Так? Почему? Да потому что это первый шаг к признанию их самостоятельности. Вот они сами теперь должны себя защищать и сами становиться участниками конвенции. Надо на что-то ссылаться, когда делается. Олеся Ихно ответит Павлу Астахову сразу после молниеносного перерыва на телеканале «Россия». Также мы посмотрим репортаж о самоубийственном отказе Украины от российских вакцин. И ждем сенсационный фильм Бориса Соболева, который снова ловит коррупционеров. Которых уже ловил за руку два года назад. Вернемся сразу после перерыва. Оставайтесь со специальным корреспондентом. Это программа специальных корреспондентов. Мы продолжаем перед перерывом. Вполне конкретные вопросы поставил омбудсмен Павел Астахов. Мы обещали дать возможность Олеся Ихно ответить на эти вопросы. По-моему, главный из них, да, зачем мобилизация, когда декларируется... Дело идет к миру. И дело идет к миру, да, когда декларируется мир. Нет, главный вопрос в том, как все-таки достичь этого мира. И мне бы хотелось здесь, в первую очередь... Не хотите я отвечать на этот вопрос? Нет, почему? Я сейчас отвечу. Корректные оценки об Украинках. Во-первых, вот вы же цитируете, да, документ, не читая самого документа. Потому что нигде в тексте речь не идет о самостоятельности. А речь идет... А о чем же идет? Господин Дайнега мог подтвердить. Речь идет об отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Нигде не звучит слово самостоятельность. Это во-первых. Во-вторых, цитата нет. Это особый статус лист. Особый статус подразумевает особое управление и самостоятельность. Это не значит самостоятельность. Теперь, я вас не перебивала. Вот так, наверное, и в Минске переговор происходит. Это борьба формулировок. По поводу заявления Юрия Луцентра, нигде не сказано, нигде не сказано. Я вас не перебивала. Я спрашиваю, заинтересованы или нет? Нигде не сказано о милитаризме, о том, что о воинственной риторике. Там речь идет о том, что статус этих территорий оккупированный на сегодня. Вот об этом... А об этом где речь идет? Что Донбасс это раковая опухоль на теле Украины. Как достичь мира? Дословно. Как достичь мира? Давайте я буду называть киевский режим раковой опухолью и вас, в том числе, как ее сторонницу. Теперь, как достичь мира? Вам это понравится? Я вас не перебивала. Вам это понравится? Я вас не перебивала. Почему это? Потому что им нравится. Теперь. Вы сказали, как достичь мира? Да, теперь тоже. Мне не нравится, когда вот Елена говорит, что вот коррумпированное государство, там столько-то берут денег, аваков столько-то, но при этом вы просите защиту именно у государства Украины. А у кого мне просить? Ну так тогда не позорьте его. Министер, не поливайте грязи, это государство. Министер, не поливайте грязи, это государство. Потому что вот такая позиция, это позорно сопротивления защиты его гражданам. Вы абсолютно извращаете понимание, что такое правоохранительная система и кого она должна защищать. Она в первую очередь должна защищать обычного гражданина и оппозицию. Если мне сейчас госпожа, я не понял, что человеку угрожали убийством, вы упрекаете ее в том, что она обратилась за помощью к государству? Вы сознание сохраните во время тех формулировок, когда вы пройдете. У вас порядки с головой? А у вас все, у меня все. Ну вы же сказали, что коррумпированная обнялась. Значит, вы платите тоже деньги или что? Давайте, позвольте, вы же много вопросов. Значит, для того, чтобы разобраться, кто из нас не совсем адекватен в этой ситуации, нужно понять, кто в стране отвечает за защиту моих прав, моих. Как гражданки, кто отвечает? Конституция. Правоохранительная система. У меня что, есть на выбор правоохранительная система в Украине одна или правоохранительная система в Украине другая? У меня есть она одна. И даже если она плоха, я для того, чтобы не отвечать за вот этот эмоциональный чёс и беспредел словесный, диарею вот эту, я иду и свои угрозы официально фиксирую своим заявлением. Я за свои слова отвечаю. А вы нет. Вы не отвечаете за свои слова. Я вынужден констатировать, что вам было задано три вопроса, вы не ответили ни на один из них. Вот это логика, вот это логика. Если в Украине так все думают, что кто-то наш собеседница, то мы вообще ни до чего никогда не договоримся. Уточним одну секундочку. Владислав, идет речь об оккупированных территориях где-то в минских документах? Вот такая формулировка может быть употребляется. Абсолютно нигде. Никакой речи, ни о какой оккупации нет. И киевская сторона об этом говорит или нет в Минске? В Минске это иногда пытаются выставить как аргумент. Но тут же поднимаем комплекс мер, поднимаем протокол и парируем теми документами, которые подписаны в Минске. Подписаны не просто так, подписаны пятисторонние документы, которые определяют, как выходить из этой ситуации. Вот до тех пор, пока риторика оккупированной территории, вот это вот... Раковая опухоль. Да, раковая опухоль. Особенно мне понравилось высказывание Порошенко. Гражданами Украины она контролируется, например, в Веселом Таймане. У нас уже есть 50 тысяч боеспособная армия, которая в состоянии, значит, эту проблему в Донбассе ликвидировать военными средствами. Это идет в контексте мирных переговоров. То есть президент, который был непосредственным участником подготовки этих Минских соглашений, заявляет о том, что эти Минские соглашения его, собственно, сегодня мало интересуют. Задачу, которую он ставил перед собой, он выполнил. Он дал возможность своей армии перегруппироваться, подготовиться к следующему этапу боевых действий. Мы сейчас с вами наблюдаем очередную мобилизацию, очередную эскалацию, которая идет у нас сейчас. Идут обстрелы. Так, ваша пограничная служба украинская, ее директор подтвердил, что в гуманитарных конвоях, которые приходят из России, только продукты, продовольственные и то, что перечислено контролируемые. Украинская страна, они пытаются видеть то, что им хочется видеть. Они хотят видеть там российское оружие, российскую армию и так далее. Поверьте, поверьте, если бы там реально была российская армия, сейчас у нас линия фронта была в другом месте. Господин Кваснюк, господин Кваснюк. А что в Крыму не воюем там российская армия? Потому что ваше правительство слило Крым. Ваше правительство слило. Украинское правительство. Просто страшно. Одну секунду, господин Кваснюк еще не говорил, позвольте. Ну иначе не перекроешь все это. Прежде всего два слова в отношении того, что Олеся сказала вам, Лена. Это бабские разборки не случайны. Вы не патриот, подождите, что вы не патриот, потому что вы выносите ссоры за сбой. Хорошо, что вы свои диалоги с Аватом называете бабскими разборками. В замечательном романе «Живые и мертвые» один замполит говорит, его упрекнули, что он неблаговидный поступок солдата. Занес политдонесение. И он ответил, ссор в избе это плохо, ссор в избе это плохо. Но ссор в избе это еще хуже. Поэтому мы здесь для того, чтобы говорить о том мусоре. Теперь, теперь мы все время говорим о том, что происходит сегодня. А в самом начале, вот секундно пробежало вот здесь вот. А как оно все начиналось? А все оно начиналось, потому что захватывались во Львове, в Ивано-Франковске, в Тернополе. И вот молодой человек, который сидит рядом, он сказал, там было все правильно, потому что там народ весь был. Там народ был. Вы потом ответите, хорошо? Там не объявляют силы. Там не объявляют силы. Там не объявляют силы. Отвешиваться к народу, к требованиям народа. И это вот почему эта война ведется. И будет вести себя дальше по одной простой причине. Кукловоды находятся даже не в Киеве. В Киеве. Ну вот, стоит вот. Что вы не помогаете? Вы потом ответите. Вот это правильно, насчет пардон. Пардоню. Так вот. Я заканчиваю, я заканчиваю. Вот эти кадры, с которых началась сегодняшняя программа, уже достаточно было бы для того, чтобы те, кто это допустил и дал приказ, уже были осуждены. Вместо этого идет война. И, чтобы закончить, вот вы просили и кричали, дайте цитату, дайте цитату. А Луценко, это вообще там никто он сказал. Вот вам цитата. Не говорила никто. Да, вы этого не говорили, да. Но вот вам цитата, прямая и дословная. Из Петра Алексеевича Порошенко. Это кто-то. 2 сентября прошлого года в Одессе, на День города, Порошенко был у нас в оперном театре. И с трибуны выступая, он говоря о ситуации, которая будет на той территории, которая под контрольным правительством, и о ситуации, которая будет, которая называется сегодня ДНР, ЛНР, он сказал так. Наши дети, наши граждане будут иметь работу, а они будут сидеть без работы. Наши пенсионеры будут получать пенсию, а они не будут получать. Наши дети будут ходить в школы, а их дети будут сидеть по подвалам. И так, сказал он, мы победим. Вы знаете, детям даже на тех территориях, где не идет сейчас военное действие, живут они не сладко, а свои обещания Порошенко планомерно выполняет, те, которые он дал. Давайте посмотрим, вы сказали очень важную фразу, что сейчас происходит на Украине. В Киев. Давайте обратим внимание на Киев и украинские регионы, где военных действий не идет. Украина тонет в скандалах с лекарствами. Нет вакцин, жалуются матери. Нет медикаментов для онкобольных. 30 тысяч ВИЧ-инфицированных могут остаться без препаратов, которых уже нет. Полная безысходность. На Майдане дрались за новые ценности, но умирают украинцы от средневековых инфекций. Вспышка ботулизма стала неожиданностью для запорожских медиков. Оказалось, что лечить нечем. Двое энергодарцев умерли от ботулизма. Семейная пара отравилась вяленой рыбой. Врачи развели руками. Сыворотки от ботулизма на Украине уже год как нет. Эти препараты не производятся на Украине, они закупаются. Двух других больных смертельной инфекцией в Запорожье спасли родные. Родственники провели свою какую-то, будем говорить, работу, что они доставили эту вакцину. Детали операции остались за кадром. В нынешней Украине их могут расценить как измену. Спасительную сыворотку привезли из России, куда немедленно отправились запорожцы, узнав о недуге родных. До 2014 года российские производители поставляли более 300 наименований лекарственных препаратов, включая вакцины, более чем на миллиард гривен. Сейчас, к сожалению, поставок нет. Вот упаковка российской вакцины противотуберкулезной БЦЖ, которую мы поставляли в Украину до прошлого года. В советских времен Россия прививает Украину от опасных инфекций. 360 тысяч доз вакцины в год только от туберкулеза. Причем всегда как газ, со скидкой. Цена была в 25 раз меньше, нежели на европейские БЦЖ-вакцины. После Майдана Киев провозгласил европейские стандарты вакцинации и не закупил ни одной упаковки препарата. Склад холодильник, здесь чуть больше двух градусов тепла. Пермь, Москва, Ставрополь. Раньше в графе заказчик на этих коробках были и украинские города. Сейчас Украина обрекает себя на эпидемию. Уже год в стране фактически не прививают от опасных заболеваний туберкулеза и кори. Еще год назад 100% потребности Украины в вакцине БЦЖ обеспечивала Россия. Сейчас для новой власти противостояние с Москвой важнее здоровья украинцев. Даже противники ранней вакцинации настаивают на том, чтобы каждый ребенок был привит от туберкулеза. На Украине БЦЖ теперь элитарная прививка. Прививка БЦЖ пока никому не повезло. И когда повезет, неизвестно. В связи с тем, что такая эпидемия в стране, ну эта прививка, она необходима просто. Если врачастную клинику я узнавала, то там где-то минимум 1300 рублей стоит только одна прививка. Это при том, что пособие на ребенка на Украине 800 гривен, да и выдают их с перебоями. В государственных поликлиниках вакцины БЦЖ нет и не предвидится. А вакцины по БЦЖ у вас есть? Направили просто с роддома, сказали, сделайте в поликлинике. Но в БЦЖ нет? Нету. Вакцины именно. А здравствуйте, а прививки БЦЖ есть? Нет, вакцины нету. А когда будет? Ой, не знаю. Звонить. Скажите, пожалуйста, мне ребеночку нужно вакцину БЦЖ сделать? Мы не знаем за прививки. Мне нужно ребенку сделать прививку. Ну так а что я отрублю? Не появилась она, не знаю, или появится. Не появилась. Сказать чисто по-человечески, что знаю, что приходят мамочки. Где-то они находят, но так как, наверное, нет уже таких, то, наверное, может и в частных клиниках нет. Вы позвоните, попробуйте через интернет найти. Она, по-моему, Россия была. И, по-моему, их уже сейчас не привозят. О эпидемии на Украине уже не фигура речи. Диагноз. По всей стране бушует туберкулез. Только в Днепропетровске 3-4 заболевших в день. На западе страны вспышка кори. Украине угрожает полиомиелит. При том, что эти болезни во всем мире регулируются вакцинацией. Организация Объединенных Наций на сегодняшний момент эпидемическую ситуацию на территории Украины она расценивает как критическую. Если ситуация будет в дальнейшем также развиваться, я думаю, что мы столкнемся с запретом на въезд на территорию нашей страны представителей цивилизованного общества. Мы на сегодняшний момент становимся полигоном для развития тех заболеваний, которые были побеждены во всем мире 20-30 лет тому назад. Забронируем место для кладбища в самом элитном месте напротив кабинета министра. На улице люди себе бронируют место для смерти. Мы обречены, пытаются докричаться до Арсения Яценюка ВИЧ-инфицированные украинцы. Они уже поставили на себе крест. Правительство оставило больных без антиретровирусных препаратов, распихав по карманам 50 миллионов гривен, предусмотренных на лекарства в бюджете. Вы понимаете, это все равно, что не есть, все равно, что не дышать, все равно, что остаться без воды в пустыне. Через две недели порядка 4 тысяч будет без лечения, дальше 10 тысяч, 20, 30, в течение двух месяцев порядка 30 тысяч останутся без лечения. Это катастрофа, это эпидемия ВИЧ-спида, это смерти, это очень плохой сценарий. Наймит реформатор из Грузии, министр здравоохранения Квиташвили не может дозвониться до поставщика препаратов. И кивает в сторону министра МВД Авакова, может у него связь лучше. Хотя бы узнаем, куда эти деньги делись. ВИЧ-инфицированным сказано ждать, но ждать они не могут. Без терапии ВИЧ превращается в СПИД. Больные люди не могут купить эти препараты в аптеке. У них не существует никакой возможности иначе себя обеспечить лечение. У них есть только возможность уехать из Украины и где-то на другой территории получить для себя лечение. Других вариантов для людей не осталось. За 15 месяцев нового власти не проведено ни одного закупки. И старые запасы лекарств уже на исходе. 12 лет назад Эдуарду пересадили сердце. Это была первая успешная трансплантация на Украине. Но чтобы сердце билось, нужен дорогой препарат. Сандимун не орал. Для Эдуарда его исправно закупали и Кучма, и Ющенко, и Янукович. Эдуарда часто приглашали на конференции, в телеэфир. Новая власть достижения старой снесла до основания. Ну, реальная, в общем-то, я не получаю где-то с начала апреля месяца. Получается, вы никому не нужны? Да. Сам с собой, со своей проблемой, к сожалению, столкнулся. Без препарата, которого нет в аптеках, Эдуарду не выжить. Организм начнет отторгать пересаженное сердце. На черном рынке цены запредельные, но приходится обращаться к спекулянтам. Я принесу лекарство, как вы заказывали, две пачки. А что делать, когда закончатся деньги? Эдуард выживает на нищенскую пенсию и мизерную учительскую зарплату жены. Я боюсь, что начнется массовое, знаете, так, постепенное вымирание людей, которым жизненно необходимо то или другое лекарство. Каждый сам за себя. На Украине работает только закон джунглей. Переворот провозгласил достоинство, но обернулся пандемией ненависти и безразличия. Вот такой репортаж мы подготовили. Ситуация действительно страшная. Я бы предложил вернуться к словам главного санитарного врача Днепропетровской области. Да, и прокомментировать сенатора и врача Антона Белякова их. Он сказал, что цивилизованные страны запретят въезд на территорию Украины своим гражданам, если эпидемиологическая ситуация останется такой и будет ухудшаться. Знаете, медицинская специальность, она не предполагает политических взглядов каких-то. И врачи помогают человеку, независимо от того, он из Африки, из Украины, из России или из Америки. И когда сейчас мы видим вот эту ситуацию, это не может, конечно, не пугать. Потому что для того, чтобы понять, опасно это или нет, давайте посмотрим, что в России мы сделали. У нас был рост заболевания туберкулезом несколько лет назад. И когда стали анализировать, с чем было связано, мы увидели, что с нелегальной миграцией из стран, где намного ниже уровень жизни, это в том числе страны азиатские наши, и увидели, что оттуда ввозится нам туберкулез. Стали разбираться, ввели контроль на границе, ограничения. Другого пути нет. То же самое Европа сделает в отношении граждан Украины, если сейчас незамедлительно не будут предприняты меры. То есть Украина становится очагом заболевания? Украина, к сожалению, уже стала очагом заболевания, потому что если в течение года не прививаются младенцы, очень восприимчивые, если не идет лечение лиц с открытой формой туберкулеза, высоко контагиозных, высоко опасных, то развивается болезнь в геометрической прогрессии. То есть это сейчас выявляется 4, 5, 7 заболевших. Это диагностическая проблема, а реально их тысячи могут быть. Через год ситуация будет практически невосполнимая, и она будет требовать гигантских затрат на то, чтобы взять ее под контроль. Да, Дмитрий Кутков. Мне кажется, что то, что мы здесь увидели, это очень опасная вещь, очень опасная ситуация. И происходит она по нескольким факторам, нужно, чтобы понимали наши зрители. Но да, есть политический фактор из России, типа, брать не будем. Да, есть фактор воровства и фактор нехватки денег. Но главное же, там интересно, за что боролись, на то и напоролись. Почему нет поставки, в частности, БЦЖ из России на Украину? Да по очень простой причине, вступили в Европу. Потому что, подписав эти соглашения, Украина приняла на себя стандарты медикаментозного обслуживания. Которые не в состоянии финансового покинули. Европейские. Но есть в Берегии происходят. Да, европейские. Я тут даже тоже не вижу. Сейчас поясню. А тут же тоже не вижу. Цена в 20 раз больше. Ну хотя бы, чтобы было. И главное нечто. Поэта тех, кто был на Майдане, заключалась в том, что мы будем свободно ехать в Европу. И когда сейчас оказывается, что въезд в Европу закрывается, за что же боролись? Я просто закончил. Поэтому перешли на евростандарты. Российские лекарства не можем. Европейские покупать за деньги не можем. До чего дошли? Легально обсуждается вопрос, что в детские сады можно будет брать детей без справок о прививках. Я вырос в семье врачей-эпидемиологов санитарных. Это начало возможных пандемий для Украины. Если детей не привитых в положенные младенческие сроки будут брать в детские сады. Это катастрофа. Да, Дмитрий, и тем более, что уже эпидемия туберкулеза официально объявлена в Украине. Спасибо. Мы продолжим обсуждение сразу после молниеносного перерыва. Новый план блокады Донбасса обсудим. Тотальный. И узнаем, что такое правило москаля. А также увидим сенсационный фильм Бориса Соболева. О коррупции в вузах. Во втором меди дипломы будущим врачам выдает не ректор, а завхоз. Оставайтесь со специальным корреспондентом на телеканале Россия. Это программа специальный корреспондент. Мы продолжаем. Только что мы посмотрели репортаж об эпидемиологической ситуации на Украине. В той части, где не идет боевых действий. Ситуация угрожающая. Санэпидемстанция, врачи бьют в набат. Но пока ситуация никак не разрешается и не улучшается. Катится вниз эпидемиологическая ситуация на Украине. По наклонной буквально. Сергей Михайлович, в наших интересах, в интересах России, чтобы соседняя страна, там все было в порядке со здоровьем. То есть вот столько лет, 25, да, мы снабжали БЦЖ вакциной, вакцины от кори со скидкой, как газ, как было сказано. Так что мы сейчас можем сделать, чтобы защитить Россию? У вас два коротких комментария. Первый комментарий. Почему в принципе это происходит? Ответ очевиден. Те, кто сегодня называют себя властью на Украине, временщики. После меня хоть трава не расти. Потому что они понимают, что они временные. Потому что народ все равно протрезвеет, выздоровеет и начнет с них спрашивать. Поэтому они не думают о завтра. Они не думают, что сегодня, пропустив год вакцинации, они заложили уже мину за медленным действием. И второй комментарий. Я абсолютно убежден, что у Российской Федерации есть возможность и наверняка будет и желание, вплоть до того, чтобы бесплатно поставлять вакцины, лишь бы наш братский славянский народ не страдал от неразумных действий своих руководителей. Вы назвали, как ситуацию, гуманитарным самоубийством. Гуманитарное самоубийство, суицид. Потому что Европа-то закроется от Украины, от граждан, когда начнется эпидемия. Мы не закроемся. Мы как принимали, так и принимаем. Как без виз пускаем, так и пускаем. И то, что каждый год почти миллион детей рождается и уже следующий год получается непривитыми, это страшная опасность. Это страшная, во-первых, для них самих и для тех, кто продолжает жить на этой огромной, красивой территории Украины. И если начнется катастрофа, эпидемия, тогда пострадают все, не только Украина, а прежде всего мы, Молдавия, все соседние республики, куда выезжают и выезжают украинцы. То, что сказал Беляков, совершенно правильно. Мы в свое время остановили эту эпидемию из-за того, что к нам ехали непривитые из стран Средней Азии. А теперь к нам поедут непривитые украинцы и будут продолжать своих детей губить и еще нас заражать. И здесь мы действительно готовы протянуть руку помощи и гуманитарную помощь оказать. Что нам эти склады забиты? Пусть берут эту вакцину, но Евростандарт не позволит сегодня политикам взять. Вот в чем проблема. Пожалуйста, приезжайте, забирайте эту вакцину. Будем раздавать тогда, значит. Дело не только в вакцине, дело еще в людях тяжелыми заболеваниями, онкобольных. Тех, кто... Что случилось? Что происходит? Уже главный санитарный врач Днепропетровской области говорит страшные вещи. Что Украина может закрыться, да, как страна от жителей других стран. Нет, это она. Что Украина стала полигоном, где болезни процветают, которые во всем мире были уничтожены 20-30 лет назад. Ну слушайте, ну это опять манипулятивная трактовка. Почему вы да? Да это украинский канал. Если вы ссылаетесь на данные Министерства охраны здоровья, приведите за какой период. Вы сейчас делаете какие-то опросы. Почему Лена Фроляк на украинском телевидении об этом заявляет? За какое время вы делаете эти опросы? Это ваша украинская телевидение, ведущая Лена Фроляк. Рассказывает про это. С прививками все нормально. С лекарствами все хорошо. Потом второе. Причем тут Евростандарт, если зона свободной торговли с Европейским Союзом, это ваша вакцинная. С 2016 года, со следующего года, а не сейчас. Вы пользуетесь стандартной тактикой. Факты, которые вам не нравятся, вы отрицаете всегда. У вас тоже есть, кстати, проблемы с отдельными лекарствами. У нас есть проблемы, пожалуйста. Это связано с сарцами, связано с луком. У нас проблем нет, мы готовы. Вам помогать нашими лекарствами. Это связано с ценой, с падением гривны, высоким курсом. Значит, во второй половине января ваш Кабмин провел специальное заседание для того, чтобы не допустить катастрофы уже в феврале, разрешить те партии, которые были закуплены в России до того, как была введена ЕСовская сертификация, реализовать все-таки для вакцинации. Отдельным решением это сделано. Вы хоть документы своего правительства читайте. ЕСовская сертификация. Я согласен нам от этого, как за пункт, а не ЕСовская сертификация. По этому поводу хочу сказать. Знаете, вот то, что мы увидели сегодня в этом сюжете, это, безусловно, результат работы правительства. Абсолютно бездарного правительства, которое сегодня проводит эту политику. Вот, ну, лучше, чем сказал мой один друг на фейсбуке, я не скажу. Он сказал примерно так, что такое ощущение, что мы находимся в дурдоме и лекарства закончились. Понимаете? Вот, поэтому то, что касается вопросов, почему это происходит. Вот здесь поднимался вопрос о том, что Донбасс это раковая опухоль и так далее. На самом деле раковой опухолью Украины является коррупция. И, Олеся, о коррупции, когда люди заявляют, они не позорят свою державу, а пытаются ее спасти от этой коррупции. И о коррупции надо кричать на каждом углу. Если такие факты есть, то сегодня выжигать надо не Донбасс, а коррупцию в Украине надо выжигать каленым железом. И последняя фраза, буквально последняя. Вот здесь прозвучала сумма 50 миллионов. 50 миллионов, которые нужно для того, чтобы решить... Это только ВИЧ-инфицированным. Да, ВИЧ-инфицированным. 50 миллионов. Я вообще хочу сказать по бюджету и по коррупции. Знаете, такое ощущение, что на самом деле при власти Януковича он не воровал, еще доплачивал со своих. Чтобы у нас финансировалось и СПИД, и вакцины, и многое другое. Но это же просто, на мой взгляд, для Украины это не тот вопрос, который нельзя было бы решить. Да, одно из кодов. Елена Бондаренко, как мы сегодня, гражданин Украины и мать. Вот вам как такая ситуация? Потому что, действительно, данные, которые приводят данные ООН, да, собственно говоря, главный врач Днепропетровской области, о том, что ситуация угрожающая, и о том, что на Украине бушуют эпидемии. Ну, смотрите, Евгений, мы упустили один немаловажный момент в ситуации год. То есть, ровно год назад вакцина просто перестала закупаться. И даже вот этот момент, который мы тут обсуждаем якобы по евроинтеграции, по обязательным документам, ООН, по сути, для меня вторичен, потому что, в принципе, никакой вакцины нет. То есть, нет индийской, которая также в Украину раньше завозилась, нет бельгийской. Да, она дороже, но и ее нет. Понимаете? То есть, есть государственные обязательные программы. Это как вот у каждой хозяйки есть НЗ. И точно так же у нас есть фонды государственных денег, которые мы тратим на обязательные программы. В том числе и на закупку вакцин. Просто не закупили. То есть, по сути, действительно, новый министр, который, он пришел чуть позже, но он унаследовал эту проблему. И мы видим, что он не то, чтобы даже ее не решил, он разводит на кабинете министра в руками, обращаясь к министру внутренних дел, говорит, найдите мне мои 50 миллионов. Европа, но средневековая. Что средневековыми болезнями. И вот точно так же, как мы отправляем самолеты гуманитарные после чрезвычайных происшествий в любой стране мира. Уже эта тема прозвучала. Я думаю, что Россия не составит большого труда отправить необходимое количество переводов бесплатно. Но Сергей Михайлович провел важную идею, провел важную мысль о временщиках. Вот я, готовясь к эфиру, посмотрел статистику. 1,2 триллиона гривен, миллиарда гривен тратится на закупку препаратов в Украине. Удивительная вещь. Из всех наименований покупаются на 60% только самые дорогие мировые позиции по бренду. Причем важная вещь. И это стоимости по сравнению с Чехией, например, завышены в 4 раза. По сравнению с Францией в 3 раза. То есть везде многократная доля. Так, конечно, только временщики и поступают. Это Европа, да. Михаил Евгеньевич, а потом вы, да, Борис Борисович. Вы знаете, я вот надеюсь, что нашу передачу смотрят как здоровая часть украинского общества. Вот посмотрите. Ну, а их, знаете, несколько миллионов в России, те смотрят. Слушайте, Россия продавала газ в 10 раз дешевле, чем другим. С Россией поругались. Крупнейшие промышленные районы, которые давали денег, которых не хватает сейчас Украине, они их бомбят. Значит, вакцину получали опять задарма, тоже отказались. Значит, обещали куда-то в Европу, еще куда-то, никуда не попали. Сколько ВВП падает, уровень населения падает, коррупция. Янукович отдыхает, какая коррупция. Взяли грузины, господи помилуй, ну они, Саакашвили, это один премьер там, то ли отравился, то ли умер. Министру тренгел посадили за коррупцию, которая в Грузии с этим боролся. Всех повыгоняли, президент развязал войну, проиграл, опозорился, народ убил. Выгнали из Грузии, в розыск, они губернаторам Одессы. Протрезвитесь! Вы просто кратко сняли, Грузия, история Украины нам прочитали навечу. Да, Борис Борисович, давайте завершать эту тему, перейдем к следующей. Вакцины от политической глупости пока, к сожалению, наши инфекционисты не разработали. Я, конечно, понимаю, что это огромная проблема для Украины, реально туберкулезом. Это проблема и для нас, потому что на наших границах. У меня два замечания. Первое. Я посмотрел статистику Всемирной Организации Здравоохранения. В Украине действительно эти проценты больных туберкулезом растут, и больше, чем в России. Но я с изумлением обнаружил, что в Евросоюзе есть страны, например, Румыния, где уровень выше, чем в Украине. И так далее. Так мы равняемся. Я уже не говорю, что это не на лучшее. Она объявлена. Нет, мы равняемся, это лучшее, и не на лучшее. Мы равняемся за Румынию. Дайте договорить, в конце концов, что вы орете-то. Борис Борисович, договорите. Да, проблемы есть, но ужас ужасный. Не такой ужасный, если посмотреть на другие страны. Мы будем очень... Я уже не говорю. Помолчите, дайте сказать. Что вот вы говорите, я молчу. Я начинаю говорить, что вы орете все. Слушайте внимательно. Не говоря уже о том, что наши братские бывшие страны Советского Союза, такие как Узбекистан, Таджикистан, где к нам ездят, как вы понимаете, совершенно спокойно, там вообще другие порядки по этому, по сберкулезу. И второе, и второе, что я хотел сказать. Меня при этом, как гражданина России, больше заботят ситуации с здравоохранением у нас. Один маленький штрих портрет. Маленький. Вот я, как человек довольно пожилой, там и так далее, вынужден постоянно пить таблетки. Ну, всю жизнь пью, да, уже 10 лет. Вот если в прошлом году... Что же за обычная манера у вас? Борис, вот я с вами, вот в прошлом году этот набор таблеток стоил 2,5 тысячи рублей, сейчас стоят 4. Но у нас нет в эпидемии. Вот проблема. Вот. И в России те же самые проблемы. У нас из-за санкций исчезли лекарства. У нас нет те же самые проблемы. У вас же там у вас четверо детей. Борис, Борис. Четверо детей. И у нас никаких проблем ни с прививками, ни с вакцинацией. О! Врачи приезжают на дом по нескольку раз. Про прививки у нас могу отдельно рассказать. Приходится платить частную клинику. Борис Борисович, здесь зашла речь про нового одесского губернатора, который пришел. Он решил проблемы ваши? Как там дела с вакцинацией? За 3 дня. Давайте так. Со здоровьем одесситов. Буквально с законом. Но он не для этого приехал. Не для этого. А для чего, давайте поймем. Я сейчас все расскажу. Все будут знать. А сначала только... Борис Борисович, вы не удивляйтесь, но дело в том, что до того, как развалился Советский Союз, состояние в медицине в Украине было ООО, а в Румынии его там. Поэтому мы пока сближаемся туда. Вот вам цены. Вот это 7 гривен нитроглицерин. А это немецкий аналог 350. А в России? А в России? А Россия? Подождите. Вы будете смеяться? Я с собой. А Россия? Это у кого был инфаркция, он сейчас с собой. Выросли цены в России. Выслушайте. И что? Вы напрашиваете? Конечно, выросли. Это никто не отрицает. На Украине цены выросли тотально. Дайте закончить. Но самое главное. Дайте мне украинское попробовать. Это не украинское, а немецкое. Дайте, дайте. Держите. Пробуйте. Продолжайте. Так вот самое главное. Есть российский аналог. Эринит. А вы просто предпочитаете иностранное. И очень приличная цена. Так вот, Украина перестала это закупать. А теперь насчет оглушительных успехов. А приличная цена, значит, невысокая, да? Приличная цена, вы сказали, невысокая цена. Ну, приличная это 30-40. Доступная. Ну, не 350, если пенсию человека тысяча. Теперь по вопросу назначенца вот этого. Я думаю, что поговорить, конечно, есть смысл. Как отнеслась к этому Одесса? В целом, Одесса хохочет до сих пор. Уже это же обозвали его в Фейсбуке тоже. Ну, правильно. Мы только этим и лечимся. Все остальное дорого стоит. И Саакашвили, я так понимаю, еще не с тряноспехом, он нам дорого еще обойдется. Но пока уже назвали его Миша Подкидыш. 29-го числа прошел слух. Слух прошел, что, может быть, там назначаются Саакашвили. Не поверил ни один. Ни КВНщики, ни хохмачи. Все понимали, что это за пределами. 30-го числа утром продолжал носиться слух. И никто не верил. Пока при въезде, там у нас площадь, где угла администрации, не поставили металлорамку. И огромное количество милиции. Все поняли точно. Привезли Саакашвили. Тело. Это пока единственное, чем он отличился. Ну, он там в 3 часа ночи, в этот день, он поехал в один из лицеев и положив руку на карман, я это так называю, пелгин. Я этого не понимаю. Так вот. Для одесситов, что его назначение значит? Давайте коротко сформулируем. Я вам очень просто. Не торопитесь, Леся, вы успеете. Я руку поняла. Ну, правильно. Так я же ничего не закончил. Я вас не перебиваю. Так вот. Что для одесситов это назначение? В своей предвыборной программе Петр Алексеевич Порошенко, дословно, и это цитата, в подарок критикам. Для Олеси, да? В частности. Там было написано, дословно, что не будет никаких назначений губернаторов. Слово губернатор в программе было взято в кавычки. А будут только избираться и так далее. У меня сразу был бы вопрос ко всем и одесситам тоже. А если бы 30 числа, 30 мая одесситы сказали, давайте выборы проведем, мы предлагаем выбрать Саакаш. Вы в Саакашвиле выбрали, конечно. Нет, мы бы нашли что-то. У нас своих городских сумасшедших достаточно. Но наши городские сумасшедшие добрые. Теперь мы немножко иначе смотрим на ситуацию. Мы вспоминаем, что за неделю до назначения господин Саакашвили посещал Одессу. Не только там, когда он в вышиванке ходил и демонстрировал, что он уже не грузин. А он, оказывается, обследовал Одесский порт, детально посетив огромное количество причалов и детально все это осмотрел. Мы увязываем, подождите, молодой человек, кто удивляется, мы ужасаемся. Мы сразу вспоминаем решение правительства. Что вас несет, Саакашвили? Решение правительства продать все порты. Одесса это три порта сразу. Южный, Одесский и Ильичевский. Кроме того, позавчера вечером в открытой печати, просто в открытой, предупредили граждан, население Белгороднестровского района. Это один из районов Одесской области, который напрямую примыкает к Приднестровью. И предупредили, не волнуйтесь, в течение ближайших двух дней, то есть вчерашнего и сегодняшнего, так получается, будет проводиться бронетехника военная. Но это связано с учениями. Мы начинаем складывать, в Одессе все умеют считать. И мы начинаем понимать, алло, а не получится ли так, что мы сейчас проснемся там в очередном августе очередного 2008 года. Поскольку, когда нам рассказали, что Саакашвили привезен в Одессу, чтобы искоренить коррупцию, это смешно. Но дело в том, что Саакашвили номинировался вполне серьезно в Украине на должность председателя антикоррупционного национального бюро. Мне кажется, скоро все должности займет на Украине. Вся была бы Украина и парень. Спасибо за эту полную картину. Ну и в итоге в Одессе. Значит, если расчет такой, как сказали, отжать порт и начать войну с Приднестровьем, то это, конечно, колоссальнейший просчет. Ну и вообще это, я считаю, колоссальная ошибка Порошенко. Просто одна из самых крупных в истории. Естественно, поэтому это нужно. И почему? Потому что, ну, наверное, он думал, что Саакашвили там любят в Вашингтоне. Я-то точно знаю, что Саакашвили не терпят в Вашингтоне. Если он хотел получить там поддержку американцев, то на самом деле он лишний раз доказал, что он абсолютно неадекватен. Даже не выгнали его оттуда просто. Его выгнали оттуда. То есть на Западе Саакашвили сейчас с большим, огромным знаком минус. Значит, если он решил, ну, заняться предпродажной подготовкой Одесского порта, то для этого не надо затевать войну в 80 километрах от Одессы. Да, потому что если начинается военная заварушка в Приднестровье, цена Одесского порта стремится к нулю. Просто вот абсолютно. Один на пол, точно. И уходит минус. За бесценок купить. И поэтому... За бесценок. Ну, какой там за бесценок? За бесценок. Да никто... Затейть войну, а бесценить и забрать. Конечно. Никто абсолютно не будет даже прицениваться ни к какому порту, если там действительно начнутся военные действия. Потому что, кстати, ясно, что сценарий военных действий может быть очень и очень различным, да? Но, то есть, очевидно, что никакой там инвестор с деньгами в порт точно не придет. Но если иметь в виду для своих, то тогда да, это как бы такая игра на то, чтобы вот мы вроде как здесь у нас войнушка, и вроде порт у нас нулевой и так далее. Вот с этой точки зрения, да, но с точки зрения проведения какой-то рациональной политики, с точки зрения даже начала войны, вот это просто невозможно. То есть, колоссальный политический просчет Порошенко, который ему аукнется, но от которого, к сожалению, могут пострадать от действий. Сергей, одна фраза. Да, конечно. Решение Порошенко о назначении Саакашвили губернатором полностью соответствует русской пословиции. Пустили козла в огород. Точка. Вы согласны, Сергей? Нет. По поводу пословицы? Да. Нет. Смотрите. С ситуацией, не с пословицей. С пословицей. Правильно было сказано, вот эти два заявления, они взаимоисключающие. Война и бизнес. Нет. Даже если ты забираешь обесцененный себе порт. Скажите свои цели тогда, зачем назначен Саакашвили? Просто, просто. Смотрите, Порошенко идет в ногу, в тренд, да, в ногу со временем. У вас, в правительстве, на... Это как, неудачник? Вам нравится, вам нравится назначение. Мне Саакашвили не нравится. Не нравится. Назначение. Смотрите, тренд у Порошенко, тренд российский. Назначать однокурсников, одноклассников, премьер-министра и президента. А еще кто? Они друзья. И Порошенко назначает человека... Порошенко, все правильно, назначает человека, которому он доверяет. В стране, где есть военный конфликт. Он вынужден. Он вынужден. Закумажение. Он вынужден. А в свою очередь в Саакашвили лоялен Порошенко. Нет, причем не сэр. А кстати, а... Кроме того, кроме того, кроме того, вот кроме того, назначили губернатора одного из главных регионов, чтобы нас подразнить... Элемент. Элемент. Вот смотрите, Жень, очень подходит. Вот кроме того, что Порошенко и Саакашвили действительно однокашники, они вместе учились, дружат там с самой юности, это все правильно. Это важный критерий для политического назначения, безусловно. Вот, но кроме того, есть еще один критерий, который мне кажется действительно важным. Понимаете, Мишико это такой человек, после своей бурной политической карьеры, которому уже нечего терять. Вот, и это очень хороший материал. Почему паспорт грузинский он потерял? Последний. Вот смотрите, как интересно. Между прочим, это про демократию в Украине, и что можно сделать для друга. Что можно сделать для друга. Вообще-то, для получения гражданства Украины существует большой ценз. Пять лет надо прожить, и т.д., и т.д. Там вот такой вот список требований. Один указ, один указ президента Порошенко. Мотив. Государство, помолчите, да, помолчите, пожалуйста, не прожил он пять лет. Один указ президента Порошенко в целях государственной необходимости. Вот такой вот мотив, да, и он присваивает ему гражданство, он уже гражданин. Я бы на месте Яцунька очень сильно обеспокоился, потому что Мишико будет делать карьеру. Это вполне возможный кандидат дальше. А президентом может? Безусловно, я беру слов. А президентом не может, принцип земли. Вы знаете, Евгений, я не могу согласиться с мнением коллег о том, что это нерациональное решение, ошибочное. Рациональное, я как раз говорю, что нерациональное. На мой взгляд, это абсолютно взвешенное решение, потому что Порошенко решает целый ряд задач. Первое. Он убирает, наконец, палец, как ставленника своего оппонента Игоря Коломойского. Задача решена. Второе. У американцев... Не решена, Коломойский сейчас придумал партию... Укроп, да, называется. Это был из Одессы, которую Коломойский традиционно считал своей вотчиной. Конечно, это первый результат. Второй. Что греха таить, американская политика устроена таким образом, чтобы все видели, что мы своих не сдаем и не бросаем. И проблема утилизации Михаила Саакашвили... Проблема утилизации Михаила Саакашвили, она стояла. Его надо было куда-то утилизировать. А может, вы говорите, что мы всех сдаем и всех бросаем? Может, в этом состоит какая-то? Это была удачная операция по утилизации Саакашвили. Третье. Уже прозвучала тема с Приднестровьем. Очевидно, что блокада Приднестровья и наличие в исполнительной власти Одессы, как, так сказать, приграничной территории, человека, который полностью замкнут на американский эстеблишмент, это абсолютно рациональная задача. Что касается порта и, кстати, еще завода, то там уже появились на прошлой неделе целых 15 представителей потенциальных покупателей. Все они, как назло, из Соединенных Штатов Америки и Европы. И эта задача начинает решаться. Поэтому абсолютно рациональное решение, никакой глупости. Одну секунду, Борис Борис, сейчас Елена Бондаренко, следом вы. И Спиридон Келенкаров. Сейчас, секунду, секунду. Уступите место Елене. Давайте, Елена, выскажется по поводу назначения все-таки на украинский регион грузинского губернатора. Сопереживаю, сопереживаю действительно, потому что в страшном сне невозможно было представить, что, например, на Харьков назначат Далю Гриба Ускайта. Я не знаю, после того, как ее в Литве не будет, например. По сути, все перевернулось с ног на голову. Потому что, ну даже если вспомнить, под какими лозунгами те же самые правые экстремистские силы шли на Майдан, Украина для украинцев. У нас сейчас литовцы, у нас сейчас грузины, у нас сейчас люди, которые, в принципе, украинского языка не знают. Это говорит о том, что есть абсолютное унижение через назначение таких людей, что на 46 миллионов населения в Украине не нашлось ни одного достойного на министра, например, здравоохранения. Или ни одного достойного на министра экономики. Вы сейчас как Лешко говорите, я то же самое сказал. Вы знаете, мне все равно, кто поддержит меня в моих идеях или в моих... Секунду, а вот, я не перекричу. Секунду, а вот, я не перекричу. Любое подобное, подобное назначение для меня, как для гражданки Украины, это плевок, это насмешка. Это первый момент. Второй момент. Я абсолютно уверена, и мы можем с вами, дай бог, все получится хорошо, в этой студии обсудить это и через полгода. Я абсолютно уверена в том, что это будут абсолютно антиукраинские интересы. Это будет именно для Украины, для моей страны самое неэффективное назначение. Оно может быть эффективным для любого другого, но не моего государства. И последнее, о чем я хотела бы сказать. Вы знаете, вот эти довольно странные такие схемы Порошенко, Саакашвили. Я почему-то уверена, что в подобной ситуации через год-два-три окажется и сам господин Порошенко. Он будет пятый угол искать, где ему спрятаться, каким-нибудь поселковым старостой. Борис Дорисович, я вас очень хорошо, очень коротко, еще с передонки лентаров. Я постараюсь коротко, просьба только в эту минуту меня не перебивать. Вот у нас создан образ Порошенко, этакого клоуна, шута Горохова и так далее. На самом деле, это человек, который, придя к власти в Грузии, в очень коррумпированной стране, реально сильно продвинулся. Грузинские гаишники перестали братья. Это человек, который в стране, где власть менялась, начиная с 1991 года, только в результате переворотов, создал демократию, где сам проиграл выборы мирно и ушел в отставку. Поэтому не нужно вот так его показывать. Это серьезный государственный человек. Дальше, еще один момент. Важный момент, смотрите. Вот, нормально, как это не бывает. На самом деле, Саакашвили... Саакашвили, вы не проклинаете его. Саакашвили, вы все его провалили, все проклинают. Ты был в Грузии? Ты в Грузии был? Конечно был. Когда? Саакашвили за все время своего правления сделал одну трагическую, серьезную ошибку, попытался военным путем решить проблемы Южной России. Потерял третья территория, оторвался на российскую армию и так далее. И именно это, именно это, я считаю, что он должен объяснить Порошенко, что военным путем нельзя решить проблемы вот этих регионов. И это правильно, это хорошо. Борис, Саакашвили, в тюрьмах было 330 тысяч политических заключенных. Почему не наивно? Он коррупцию победил, победил, демократию сделал, сделал, только с Россией повоевал неудачно. У нас еще есть один важный эпизод. Я думаю, что мы здесь делаем большую ошибку, когда пытаемся анализировать назначение Саакашвили через призму интересов государства и Одесского региона. На самом деле там мотивация совершенно другая. Ну, по Саакашвили, я думаю, после всего того, что он сделал Грузии, у него было только два пути. Или он идет губернатором, или они его ведут к прокурору. Вот, поэтому, тут у него выбор не особо большой. С точки зрения целесообразности назначения, с точки зрения рациональности, с точки зрения... Подождение в целой череде политических убийств, Борис. Вы можете дать возможность высказаться или нет? Но я вас прошу, можно дать возможность высказаться? Вы же демократы. С точки зрения рациональности, я хочу сказать, что далеко не все так однозначно. Почему? Потому что, как бы мы ни хотели, но Саакашвили в Украине воспринимается, к сожалению, очень позитивно. Очень позитивно. И не всеми. Не, ну я же не говорю всеми. Потому что он один из немногих, кто поддержал вооруженный переворот. Я закончу мысль. Почему президент его туда назначил? Он на протяжении последних полугода Саакашвили жестко критиковал власть в отношении отсутствия реформ, высокого уровня коррупции и так далее. Эти месседжи, они шли туда на Запад. И дискредитировали в том числе Порошенко. Порошенко же не просто назначил Саакашвили туда в Одессу, а вот товарищ подтвердит, он его назначил с особыми полномочиями, таких которых нет ни у одного другого губернатора. Если у Саакашвили получится, если у Саакашвили что-то получится позитивное, президент сможет это себе в бонус записать. Если не получится, он всему мировому сообществу скажет. Посмотрите, вот он. Спасибо, спасибо. Я бы хотел, вы сегодня очень много говорили. Здесь несколько раз сегодня было произнесено слово «насмешка». Я бы хотел, чтобы вы вспомнили один эпизод, который произошел на украинском телевидении буквально на днях. Мы сможем сейчас посмотреть фрагмент. Самое главное во всем этом, то что вы во все это поверили, идиоты. Потому что вы вечно выжжете своему украинскому народу, диаблы. И такие, как вы, Савик, вы начали первый эту войну. И даже то, что я вам сейчас рассказал, вы как милые это схавать. Вы даже не умудрились проверить, кто я есть, чтобы выедить сейчас на всю Украину. Полчаса, буквально, да? Полчаса. Российский пранкер «Лексус». Человек, который представляется другими людьми и звонит, разыгрывает кого угодно. Но здесь бы я розыгрышем это не назвал. Вещал по украинскому телевидению, представившись российским военнослужащим, воюющим на Донбассе. Человек, голос которого вы только что слышали у нас в студии. Алексей, пранкер «Лексус». Расскажите о том, что произошло. И как вам пришла мысль в голову такая, зачем это было сделано? Ну вот сегодня мы обсуждали о том, что какие-то СМИ правильные, какие-то СМИ неправильные. Но вот на Украине же на самом деле цензура гораздо сильнее, поскольку там всегда звучит официальная позиция Киева. То есть человек, который, излагая другую точку зрения, он не может оказаться в этом эфире, этого ток-шоу, которое смотрит вся Украина. Поэтому я попытался проникнуть в этот эфир и атаковать их самим их же оружием. В общем-то я написал... Реализовав фантазию... Да, реализовав фантазию многих, которые бы хотели оказаться у него в эфире и сказать ему то, что они о нем думают. То есть написал письмо, где указал данные несуществующей воинской части, несуществующих офицеров генштаба. И это пришло их шеф-редактору. То есть человек, не проверив информацию, был готов меня вывести еще в ту пятницу. Но там по некоторым причинам этого не удалось. Вам поверили, вас спрашивали, с вами общались. То есть со мной общались, да. Я, в общем-то, повторил то, что написал им в письме. И на протяжении недели у них была возможность связаться, проверить информацию. Но тут сыграло роль то, что Савик все-таки хотел какую-то бомбу. Он хотел, чтобы это просто взорвало эфир. Они тут нашли то, что давно-давно искали, да, и что-то вот доказать, чего на самом деле нет. А зачем это проверять, в общем-то? Это, в общем, правило все... Это ключевая мысль. Да, я решил, в общем-то, провести экзамен на профпригодность, которую Савик не прошел. Это даже не экзамен на профпригодность. Это экзамен на политическую пригодность, да, политическую зрелость. Это проявленная абсолютная близорукость, да. Люди просто нашли то, что искали вдруг и неожиданно. У нас, к сожалению, нет времени этот и конкретный случай обсудить. Мы продолжим сразу после молниеносного перерыва. Украина, конечно, остается горячей точкой, но все-таки будем надеяться, что начнет остывать после перерыва сенсационный фильм Бориса Соболева. Сколько стоит диплом вуза без ЕГЭ и учебы? Почему коррупционеры все еще на свободе? Это программа «Специальный корреспондент». Оставайтесь с нами на телеканале «Россия». Это программа «Специальный корреспондент». Мы продолжаем прямо сейчас. Посмотрим фильм «Расследование» Бориса Соболева. Называется он «На дне знаний». Факты вопиющие, безнаказанность чудовищная. Но главное, изложенные в этом фильме факты напрямую влияют на ситуацию в нашей стране. Смотрим. Схема, когда дальневосточные школьники первыми придя на экзамен сливали ответы в интернет, теперь не актуальна. С прошлого года экзаменационные задания КИМы различаются по часовым поясам. К тому же на входе в каждый пункт приема ЕГЭ теперь обязательно магнитная рамка, а в самом пункте – видеокамера, соединенная по прямому проводу с управлением обранадзора. Использовать хоть электронные, хоть бумажные шпаргалки в таких условиях стало себе дороже. Мы в прошлом году существенно повысили честность и открытость при сдаче единого экзамена. И действительно мы видим, что количество нарушений и на пунктах приема единого экзамена, и в момент проверки работ существенно уменьшилось. В этом году мы видим ту же самую тенденцию, то есть нарушений еще меньше, чем было в прошлом году. Дальше понятно. По мере усиления контроля в пунктах сдачи ЕГЭ, коррупционный фронт будет все сильнее смещаться из школ в приемные комиссии вузов. Без ЕГЭ уже сейчас нельзя на данный момент. Но у нас есть старый приказ, куда мы всех студентов, которые не хотят сдавать ЕГЭ, мы включаем старый приказ. То есть просто меня берут задним числом? Да, задним числом. МТИ – Московский технологический институт. Чуть ли не единственный в стране коммерческий вуз, готовящий не юристов и стилистов, а серьезные промышленные кадры – конструкторов, энергетиков, инженеров, строителей. Основная форма обучения – дистанционно через скайп. А как курсовик по строительной механике сдавать из дома? Это вообще совершенно легкое. Такие вопросы, с которыми в интернете сразу же можно найти ответ. Дистанционка, она дает эту возможность, потому что у вас никто не сидит рядом, никто смотри, где, что вы, откуда вы списываете. Не сказать, чтобы в нанотехнологи брали совсем с порога. Кроме денег абитуриенту предстоит сдать якобы сложнейший вступительный экзамен по русскому, математике и обществознанию. Когда говорят, что ЕГЭ – плод зубрежки, правда, и что классические приемные экзамены были в вузах глубже и серьезнее, тоже правда. Но если в условиях нынешней коррупции вернуться к прежней системе, получается вот что. Экзаменационные листы Московского технологического института. Их нам выдали для заполнения на дом. С помощью педагогов близлежащей средней школы изучим листы поподробнее. Вот я вижу вопросы пятого класса, седьмого класса. Здесь практически на одиннадцатый класс два задания из двадцати, но это несерьезно. Что я могу сказать? Это полный идиотизм. Небольшой журналистский эксперимент. Учителя любезно согласились нам подыграть и заполнили все задания так, чтобы не было ни одного верного ответа. Возвращаемся в МТИ. Сдаем работу на проверку экзаменационной комиссии. Через несколько минут. Я уже начну с математикой. Да. Так, хочу сказать, набрали. Да? Набрали? Ура! И по-русскому раз, два, три, четыре. Все отлично. И никакие кары, вплоть до отзыва лицензий, их не пугают. В условиях демографической ямы коммерческие шарашки готовы биться за каждого платежеспособного двоечника. Нужды нашей экономики в современных инженерах колоссальные. Выпускник школы без ЕГЭ к вам может поступить? Нет. Невозможно? Невозможно. А таких, как я, много вот так без ЕГЭ? Очень большое количество. И все путешественные строительства. Это даже очень удивилось. Мы даем очень хорошее образование за доступные деньги. И у нас, условно говоря, на халяву получить зачет или экзамен нельзя. У меня за одного студента мама учится. И она мне пишет, что это я смотрю лекции. Я вам говорю, что высшее образование нужно многим только корочкой. Вот смотрите. Это листы приема в ваш вуз. Здесь нет ни одного правильного ответа. Ни одного. Этого не может быть. Не может быть. Хорошо. Вот бумага о зачислении этой абитуриентки. Посмотрите, пожалуйста, чья подпись стоит под этой бумагой. Моя подпись. Ваша подпись. А, ведь это же не на кого-то вы приняли. Вы приняли на инженера-строителя. Что она потом построит нам, а? В МТИ 10 тысяч студентов, ежегодно приносящих в вузу свыше полумиллиарда рублей. Это технологи наукоемких производств, главные энергетики электростанций, конструкторы будущих мостов и небоскребов. Им выдают дипломы гособразца. Их называют кадрами для Сколково. О том, что эти кадры пять лет обучались не вставая с дивана, в их красных дипломах нет ни слова. Мы в одной из аудиторий Московского института пищевой промышленности. Тут было многолюдно. Как-никак один из старейших и престижнейших отраслевых вузов страны. В эпоху продовольственного дефицита инженер-пищевик звучало гордо и сытно. И вот что стало. Московский госуниверситет пищевых производств. Семь с половиной тысяч студентов. Эти кадры мы снимали в разгар семестра, когда по расписанию во всех аудиториях якобы шли занятия, а в коридорах должна была кипеть жизнь. Хор, удал, удал. А ты на занятия-то ходишь? Нет. Мы приезжаем, может, раз полтора месяца. Если за халявой, то сюда. Если за образованием, то не сюда. Почему? Потому что здесь преподов нет. Зарплату не платят? Не платят зарплату. Финансовые проблемы в госвузе начались с приходом в его руководство некого Дмитрия Еделева, 36 лет. Угрожая увольнением, молодой ректор перевел весь педсостав на новые трудовые договора. Оплата труда конкретно мне была предложена такая. Учебная работа 2600 рублей, научная работа 1500 рублей и воспитательная работа 133 рубля 40 копеек. Значит, итого получается около 5000 рублей, чуть-чуть даже меньше, в месяц педагогу высшей школы в Москве со стажем работы 33 года. При таком отношении за пару лет от 2000-го коллектива вуза осталось менее 600 человек, большинство из которых либо иногородние, пашущие за койко-место в общежитии, либо свои люди, работающие за долю. Как говорится, с волками жить по волчьему выть. Теперь уже бывший главный инженер пищевого университета. По какой-то причине выпал из финансового потока. Вот они бумаги, расчетный лист, подтверждающий, что я получал такие премии. 500 тысяч за июль месяц, 350 тысяч, 400 тысяч. За год получил миллион двести. Я получал эти деньги на карточку, обналичивал и возвращал в ректорат. Много было таких, как вы? Сотни. Таким образом, по подсчетам нашего собеседника, в год из вуза уводилось около 300 миллионов рублей. То есть половина всего зарплатного фонда заведения. А если бы отказались? Если бы я отказался, я был бы уволен в течение трех дней и выселен в общежитие. Кроме того, некоторым, значит, угрожали. В том числе и мне. А что говорили? Мне голову торгут. 2012 год. Уголовное дело о вымогательстве с арендатора университетских столовых 5 миллионов рублей. Такую же сумму потом нашли в сейфе у ректора Еделева. Тогда же обыск у него дома. Найдено золото в слитках, 11 единиц огнестрельного оружия и пачка проштампованных дипломов собственного вуза. А дальше тишина. Ни об уголовном деле, ни о судьбе дипломных бланков этих документов строгой отчетности, ничего не известно. Всяким услугам есть цена и моим тоже. Зам ректора по учебной работе и по деликатным вопросам. Вы ЕГЭ же не знали. Основанием поступить в ВУЗ у вас нет. Единственное, что я думаю, что можно попытаться пополнить зачислить вас на бюджет. Мне сейчас надо будет рисовать вам в Киев колледж, чтобы вас как-то завести по внутреннему экзамену. Лазейка в законе. При переводе в ВУЗ из ПТУ или колледжа ЕГЭ не требуется, довольно внутренних экзаменов. Этим жулики от образования и пользуются. Мне надо на определенных этапах подвескивать людей, которые будут выполнять вашу работу, убивать ваши ответы, тесты. А они учатся завтра. Сколько раз лет будут так вот обязаны вымиряться? Как получили? Речь о поступлении на так называемый факультет будущих взяточников. Вет-санэкспертизу. Вы хотите мясо и контроль мяса? Ну, все хотят контроль мяса, никто не хочет трактор. Поэтому... Финансовые потоки вытолщаются. Я думаю, что миллион нужно выкатиться. Миллион это за все? На выходе диплом? Да. Я думаю, да. Мало кто знает, что за последние годы расходы на систему образования в стране выросли в семь раз, превысив даже бюджет Министерства обороны. Если посмотреть на размеры ежегодных субсидий госвузам, например, тому же пищевому, они огромны. Это цифры с восьмью, даже девятью нулями. Плюс к этому полное освобождение от налогов, плюс изрядные доходы от студентов-платников, плюс бездонный и слабо контролируемый ресурс университетской недвижимости. А что тут делает автомойка, скажите, пожалуйста? Секунду. Так что тут делает автомойка в пищевом институте? Ну, это вопрос не ко мне. Кабинет механики и робототехники. На этих станках, списанных еще при Хрущеве, учат главных инженеров производств в 21 веке. Информационно-справочный отдел. Такие штуковины использовались лет за 30 до изобретения компьютера. Лаборатория современных пищевых технологий. Здесь должны изучать генно-модифицированные продукты и думать о продовольственном импортозамещении. Самому новому прибору здесь 45 лет. У нас повально увольняются преподаватели. Это началось еще где-то год назад, два года назад. У нас бывает такое, что на одного химика, допустим, 500 человек студентов, он не может нами заниматься, он ничего не успевает. На лабораторных мы читаем рефераты, потому что оборудования нет, чтобы выполнять. И преподавателей, и лаборантов, которые должны помогать проводить лабораторные, их тоже не хватает. Интересно, что по правилам зарплата вузовских преподавателей должна составлять не менее 130% от средней зарплаты по региону. В Москве это около 50 тысяч. Пищевая отрасль страны – это ресурсоемкая, это очень богатая отрасль. И для того, чтобы держать хороших преподавателей, задержать, мы всегда хорошо платили и будем платить. Вот на полную ставку какая у вас зарплата? 20 тысяч. Вы профессор? Да. 15 тысяч, я доцент. Раньше был оклад 8500, а меня перевели на 4260 рублей. Я кандидат в философских наук, доцент. И вот такое издевательство. Вот смотрите, арифметика. Значит, у вас фонд оплаты труда годовой 600 миллионов. И 600 человек в штате. У вас по миллиону в год должно быть на каждого. Это минимум 80 тысяч на одного человека. Люди получают 5 тысяч, 10, 15. Приезжайте. Так вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что с зарплатами творится? У людей 15-10 тысяч зарплат. Вы отказываетесь отвечать на вопрос. Приезжайте. На днях по многочисленным просьбам ограбленных трудящихся и их возмущенных студентов в пищевом ВУЗе начата масштабная проверка. Быть может, по ее итогам кого-то уволят с работы. С меньшей вероятностью, но могут и отдать под суд. А дальше? Что происходит с такими делами дальше? Вот из последних примеров. У нас есть инвалиды первой группы, которые дети сритуты. И дети сритуты. Какого цена вопроса? Бывшая декан факультета международных отношений РГГУ продавала по 20 тысяч евро бюджетные места, предназначенные для детей инвалидов и сирот. Из ВУЗа тихо ушла, дело замяли. Недавно назначена директором детского дома. Экс-проректор Госуниверситета управления. Вымогал многомиллионную взятку у подрядной стройфирмы. Взят с поличным. Получил 7 лет и 1 месяц тюрьмы условно. Сейчас занимается бизнесом. Бывшая зам декана факультета маркетинга Плехановского университета. Организовывала защиту дипломов за взятки. Приговор 2,5 года условно. Перевелась в другой ВУЗ на должность декана. И так далее. Сотни случаев, из которых, пожалуй, самым ярким остается один. Медуниверситет имени Пирогова. Более известный как 2-й мед. Помнится, в 2011-м здесь был грандиозный скандал, когда абсолютное большинство поступивших по конкурсу оказались мертвыми душами, вписанными с единственной целью распугать сильных абитуриентов и застолбить бюджетные места для двоечников, идущих за взятки. Разбирательство обещало быть недолгим. За сохранность и достоверность списков по должности отвечали трое. Тогдашние ректор 2-го меда, глава приемной комиссии и начальник отдела по приему студентов. Если эта троица сама внесла изменения в закрытую базу, то это статья служебный подлог. Если допустила к серверу кого-то, то как минимум халатность. Спустя год. Один из так называемых решальщиков – это приближенный к ректорату студент, подрабатывающий переноской взяток за обучение. Не полагаясь на компетентные органы, мы тогда провели собственное журналистское расследование и выяснили, что у вузовских решальщиков есть своя тайная иерархия, которую возглавляет некая Тамара Костюкова, бывшая с 25-летним стажем завхоз 2-го меда. Я у руля. Я у руля. Меняются проректора, меняются ректора, меняется все, а у меня ничего не меняется. Мать. В связке с Костюковой действовал ее муж – Николай Костюков. Автор ряда монографий по проблемам подготовки будущих врачей, член-корреспондент Академии психолого-социальных наук, профессор, ведущий методист 2-го меда. В прошлом году кого-то там уволили. А если вы в этом году такую же произойдете, вы знаете, сейчас выйдет, но у вас может все упасть. Пока все работает, прекрасно работает. Цены были следующие. Бюджетное место при заведомо непроходном ЕГЭ – 25 тысяч евро, зачисление без экзаменов на второе высшее – 12-15 тысяч евро, врачебный диплом вообще не учась – 150 тысяч евро. Значит, мне не разрешают принимать людей, деньги, деньги. Потому что человек, пришедший с деньгами, мы взаимно повязаны. Потому что деньги я не себе беру, правильно, я несу туда членам приемной комиссии. И в зависимости от того, сколько человек я им дала, мне дают премию. Репортаж вызвал изрядный общественный резонанс. Депутаты Госдумы писали запросы, Минздрав, как учредитель вуза, обещал кадровые чистки, представители сразу нескольких правоохранительных ведомств сообщали о допросах и обысках, проводимых по следам наших выступлений. Прошло еще два года. А вам не предложило руководство уйти с работы? Нет, а почему? За что? Скажите, пожалуйста. За взятки. Я еще раз говорю, что я этим делом не занимался. Да вы же сами нам говорили. Ничего я не говорил, не мог я этого говорить. А супруга ваша? А то, что она говорит, она больной человек, она лежала два месяца в этой неврологии. Я думаю, что у нее это гипер всякие там вещи. Если у этих людей что-то и гипер, так это наглость. Спустя два года после своего первого телевизионного фурора ничуть не изменившаяся гражданка Костюкова вновь принимала абитуриентов. Вот я вам сейчас отдаю 12,5 тысяч долларов. На экзамене-то как? Так. Раньше у меня стабильно было свои люди. И даже получалось, что они иногда и подскажут, что написать. Вот. Стабильно. Или пустые даже листы сдавали они потом все это. Это раньше было. Сейчас совершенно другая обстановка. После вот этой вот борьбы с коррупцией. Переговоры о покупке вступительных госэкзаменов по биологии и химии. Для тех, кто идет без ЕГЭ, ну там переводом из непрофильного вуза или через медучилище, эти экзамены необходимы. Сейчас проблема в том, что на листочках обязательно должен быть ответ. Ну хоть какой-то слабый, не слабый, не слабый ответ должен быть. Просто я ни в химии, ни в биологии вообще ничего не понимаю. Ну, если будет наша комиссия, то как напишите, это наплевать. Потому что есть списки владных, которые внесли деньги, которых надо потолкнуть. Вот вы пойдете, экзамен пишете, да? А потом мы берем вашу работу и переписываем. О, человек, ничем не проймешь. Ни допросами, ни обысками, ни публичным позором. Хоть плюй в глаза, все божья роса. Меня дома засняли, все и по телевидению показывали целую неделю. Так и сказали, лицо мафии. Журналист. Соболев. Соболев, да? О, фамилию мою запомнила. И чего дальше? Ну, ничего, ФСБшники погонялись, погонялись и бросили. Ну, а Соболева-то этому как-то отомстили? Его просто выгнали с работы и все. Черт. Ну, больше не работает на телевидении. Ну, старая. Давай-ка, пошли, 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 пошли. Нет, ну, она меня уволила. Ну, каково, а? Здравствуйте. Вы не знаете, случайно, где тут поступают за взятки во второй метр? Не знаю. Слушайте, после той истории я был уверен, ну, вот уверен, что это прекратится. Ну, потому что вы тогда сказали все. И тут узнаем, что ваш муж работает, все подельники работают. Как вам удалось избежать наказания? Вот этого уже не помню. У меня провалы в памяти бывают. А вы представляете, если люди, которым вы продаете результаты экзаменов, которым вы продаете дипломы, это же потенциальные убийцы. Вас совесть не мучает? Какая совесть? О чем вы говорите? А сколько сейчас просили за поступление, тоже забыли? Ну, почему? Это еще пока помню, что вы меня надоедаете тут. Ну, теневых решальщиков поймать сложно, допустим. Но ведь есть еще совершенно конкретные должностные лица, засветившиеся в громкой объемом в 10 миллионов евро аферии. Недавно мы получили официальный ответ. Многолетнее расследование дела по мертвым душам во втором меди приостановлено за необнаружением виновных. Это типичная для наших дней формулировка. Приостановлено, приостановлено, закрыто, штраф. О, 7 лет 9 месяцев условно. За последние 3 года в открытых источниках мы насчитали около сотни дел о коррупции в сфере образования. Из них в итоге половина развалилась еще до суда, четверть закончилась легким штрафом, еще 20% условными сроками. То есть реально сели где-то 5 фигурантов из 100. Эдак бороться со злом можно вечно. Спасибо большое Борису Соболеву за эту работу. Вот уж точно на дне знаний. Сложная, кропотливая работа, которая на многое открывает глаза. Вообще страшновато жить, осознавая, что врач может оказаться скупленным дипломом. Обсудим подробно сразу после молниеносного перерыва на телеканале «Россия». Оставайтесь со специальным корреспондентом. Это программа «Специальный корреспондент». Мы продолжаем. Только что мы посмотрели сенсационный фильм расследования Бориса Соболева на дне знаний. Вот уж точно представленные факты, как мы сказали в самом начале. Программы отражаются и самым прямым образом влияют на будущее, на жизнь в нашей стране. Самое время спросить у автора, как, почему эта тема. Для вас то, что вы увидели, то, что вы узнали, было откровением? Это не было откровением. Этот фильм называется «На дне знаний 3». То есть это сериал, который можно снимать постоянно. Это все болезнь приняла давно хроническую форму. Это все не отдельные частные случаи, выхваченные журналистом из общего благообразия. Это, к сожалению, системное заболевание. И то, что закончил я фильм словами о статистике наказаний по этому, я с какого-то момента стал понимать для себя, что именно в этом корень. Может быть, это несколько искаженный и упрощенный взгляд, но раньше я думал, что платят мало. Бедные люди, бедные вузы. Теперь, когда посмотрел размеры государственных субсидий, они космические, космические совершенно. Еще раз могу сказать, система образования датируется сильнее, чем Министерство обороны. Борис, вас лично почему эта тема так заинтересовала? Ну, потому что у меня душа болит, извините за высокопарные слова. А можно, одну секунду, Сергей Михайлович, прокомментируйте за день. Ну, прежде всего, Борис, вам большое спасибо. После просмотра вашего фильма у меня, как у депутата Государственной Думы, очень большие вопросы к правоохранительным органам. Я вот попрошу, передайте мне материалы. У меня большое желание сделать официальный депутатский вопрос. Знаете, какой раз я это слышу? Не от вас, простите. Не от вас. Но каждый год мы показываем очередной фильм. Здесь стоит очередной уважаемый руководитель, которому мы приносим все материалы. Этот человек, как правило, честно пишет запросы в правоохранительные органы. Честно. Все эти запросы уходят в Следственный комитет, в Генпрокуратуру, в полицию. И с концами, с концами. Борис, я должен сказать, что у меня есть одно хорошее качество. Я как волкодав. Я вцеплюсь, я не отступлю. Поэтому приносите. Мы здесь поймали руководитель. И одна ремарка. Я не могу не сказать то, о чем я давно говорю. Для меня совершенно очевидно, что рыба гниет с головы. Министра образования Ливанова давно и давно нужно отправлять в отставку. Потому что все, что мы видим, в том же следствие абсолютно неправильно работает. Анна Алексеевна. Мне кажется, спасибо, Борис. Конечно, эта тема очень важная, актуальна. Именно поэтому мы ее здесь сегодня обсуждаем. Мне кажется, то, что министр, упомянутый вами, Дмитрий Викторович Ливанов, сегодня также немного прикоснулся к этому расследованию, указав на самые главные, основополагающие тезисы, которыми мы руководствуемся, наводя порядок в высшей школе. То есть мы возвращаем престиж российского диплома. И начинаем мы с разборок вот в таких вот вузах в том числе. Так будет с каждым, кто будет нарушать все требования, которые предусмотрены. Как будет, как будет, как будет с каждым. Они все работают. Как будет-то с ними? Сейчас Миноборнауки продолжает проводить проверку. Уже закончена проверка... Ты что там проверил? Речь идет о пищевом вузе. Значит, я... Извините, у нас выпала часть повествования, чтобы людям было понятно. Мне необыкновенно льстит, что иногда наше слово все-таки как-то отзывается. Сегодня я узнал, что по факту нашего расследования в пищевом вузе Минобор начал проверку. Мало того, там вроде бы поперли ректора. Так, подтвердить или опровергнуть? Действительно, юридически это называется пригазом о возложении обязанностей ректора на другого человека. Молодой ректор Дмитрий Еделев, упомянутый в сюжете, резко заболел, почувствовал себя очень плохо, его здоровье не выдержало, очевидно. Но это вопросы, с которыми будут разбираться медики. На сегодняшний день мы имеем результаты проверки имущественного комплекса, который показал целый букет нарушений, я сейчас даже не буду на них останавливаться, все они есть в сюжете. Мои коллеги из Рособорнадзора, наши коллеги, также провели свою проверку. И сейчас мы ждем выводов проверки уже финансово-хозяйственной деятельности, которая, конечно, будет так же, как и предыдущая, направлена в Генеральную прокуратуру для каких-то правовых выводов, для оценки соответствующих. Когда Министерство образования выделяло деньги, вы не проводили проверку, вы их просто дали, вы не знали, что там нет людей, нет студентов, пустые вузы. То есть каждый день деньги давали, и только вот когда Борис снял сюжет, вы решили провести проверку. А каждый год можно было бы с вами работать и не давать. Проверки были и раньше. Министерство образования и науки проводится систематически и регулярно. Министерство образования и науки уделяет этому вопросу пристали отнимание. Сейчас, Дмитрий, да. Давайте поймем, что это вопрос, Вячеслав Васильевич, политической воли, да, чтобы эти проверки привезли результат, что рубриц клиентов... Не отворачивайте голову, сколько ректоров сидят, а по вашему обращению в прокуратуру, скажи, это скорее к вам вопрос. Еще вопрос, будет ли это мереэффективной, да, Борис? Но Минобор распределяет деньги и не следит за тем, как они тратятся. Одну секунду. Так все-таки это вопрос политической воли, чтобы довести это дело до конца, разобраться с ВУЗом. Ведь в ЕГЭ, как сказал Борис в фильме, более-менее навели порядок. Здесь очень многоаспектный вопрос. Конечно, есть вопросы к министерству тоже. Я по должности, как председатель комитета по образованию Государственной Думы, два года уже состою в коллегии министерства, там обсуждают какие угодно вопросы. Финансирование, количество квадратных метров, эффективности, публикации в зарубежных журналах, вот что угодно. Я ни разу за два года не слышал обсуждения вопроса, чему учат. Проблемы качества образования – это вопрос вне обсуждения, к сожалению. Не с того конца заходили. Вы помните, была борьба за эффективность ВУЗов? ВУЗов навесили ярлыки неэффективных на целый ряд очень уважаемых с истории ВУЗов. Вместо того, чтобы заняться вот этими так называемыми ВУЗами, которые на самом деле не ведут никакой преподавательской деятельности. Беда-то в чем? У нас количество ВУЗов после 1991 года увеличилось в четыре раза. Из них, как минимум, вот моя оценка, четверть, не ведут никакой образовательной деятельности. Они собирают деньги, выписывают дипломы. Теперь, для того, чтобы такой ВУЗ... Это их 90-х, да, вот эти ВУЗы? Я знаю, что сейчас более половины ВУЗов в час, менее половины, чуть менее половины, из тысячи 100 ВУЗов они частные. Они появились в 90-е годы. ВУЗы-пустышки, да? Это в основном ВУЗы, которые появились в 90-е годы. Это были машинки просто по зарабатыванию денег. Чтобы закрыть такой ВУЗ, вот до прошлого года, Рособорнадзор не даст соврать, необходимо было для того, чтобы лишить лицензию, выиграть два судебных процесса по месту нахождения ВУЗа. То есть это где-то там в Урюпинске. Вот есть такой ВУЗ. Значит, я извиняюсь в отношении города Урюпинска, просто фигура речи. Так вот, судья очень часто бывают выпускником соответствующего ВУЗа. И выиграть это невозможно. Чтобы отобрать лицензию, надо было выиграть один судебный, извините, аккредитацию. Это оценка как бы качества программы. Нужно было тоже идти в суд. Какое отношение суд имеет к качеству образования? Так вот, как раз по инициативе нашей был принят закон, который сейчас позволяет отбирать и лицензию, и лишать аккредитацию без суда. В этом году, с 1 января, 151 вот такой вот псевдовУЗ был закрыт. Еще больше 30 были лишены аккредитации. И так будет дальше. То есть сейчас как раз вот мы поставили лошадь впереди телеги. И на поток будет поставлено просто уничтожение вот этих ВУЗов, которые на самом деле плодят вредных, вредных для нашей экономики, для нашей страны. Александр Юрьевич, насколько я понимаю, что план сокращения, это примерно 40% ВУЗов, так? У нас плана сокращения ВУЗов на самом-то деле у Росу Барнадзора никакого нет. У нас задача, как совершенно справедливо коллеги сказали, на введение порядка в системе высшего образования. И какое количество ВУЗов, дающих достойное образование, останется в конце концов, не оценить трудно. Но на самом деле, действительно, после принятия поправок закона образования, ситуация с теми, кто дает некачественное, принятие наших мер под тем, кто дает некачественное образование, упростилась. Действительно, приостанавливать действия государственной аккредитации и лишать этой государственной аккредитации, мы можем теперь уже без суда. Лицензия еще через сут все-таки остается, а аккредитация – да. Что касается конкретно показанных ВУЗов, то я могу сказать, что материал по МТИ у нас предварительно собирался. МТИ – это? Это первый технологический суд предварительно собирался, и вот сейчас, когда уже вышел репортаж, то есть полностью сформирован пакет, с которым мы теперь выходим на проверку в данный ВУЗ. То есть что будет? Будет ректор уволен, взяточники будут в тюрьме, порядок будет наведен? Расчет ректора уволен – это не государственный ВУЗ, это решение учредителя. Или ВУЗ будет просто лишен лицензии? Нет, ВУЗ. Коллеги, после только проверки можно говорить о том, что произойдет конкретно с этим. Вообще факты, конечно, здесь налицо. И все это, дорогие друзья, не решит проблемы. Я бы продолжил линию, которую обозначил господин Никонов, потому что она единственная здесь принципиальная. Но не только в ключе того, чтобы мы у шарашкиных контор наконец-то начали забирать возможности функционировать. А прежде всего в том, извините, уважаемые наши чиновники, от образования. Ваша задача – организовать в стране образовательную деятельность, которая даст в стране инженеров, врачей, педагогов и так далее, и так далее. Ваша задача – организовать производство образованного населения и потенциалы развития страны на следующие годы. И вот в этой задаче, в этой задаче, хоть в 90-е, хоть в 2000-е, и поныне Министерство образования не сделало ничего. Вы начинаете сейчас бороться с фиктивными объектами. Слава Богу! Когда вы начнете создавать деятельность, которая нам организует производство необходимых образованных кадров? Это ваша ответственность. А когда такой деятельности со стороны государства нет, как принципиально государственно созданной, регулируемой, управляемой, то в порах отсутствия этой деятельности возникает коррупция, шарашкиные конторы, фиктивное образование и прочая грязь, в которой мы тонем. Запомните, образование – это важнейший механизм воспроизводства социальности, воспроизводства нашего общества. Именно через образование мы идем в будущее. Если его не будет, мы просто распадемся все, понимаете? Социальная структура распадется. И это ваше ответственность. Какое может быть воспроизводство социальности, если врачи с купленными дипломами? Но, тем не менее, не все вузы у нас такие. Я просто хотел сказать, вы понимаете, когда вы говорите «чиновники от образования». Вот смотрите, в этом фильме основные действующие лица – это студенты, которые обращаются за поддельным образованием, преподаватели, которые его продают. Есть чиновники, но я вам хочу сказать, что те вещи, которые делаются, полезные, может быть, не очень хорошо известны, но вообще-то чиновники их поддерживают. Просто нам немножко всем страшно, что будет дальше. Потому что смотрите, что происходит. Цель в чем? Объясню. Если вы опубликуете все дипломы, которые защищаются в Российской Федерации, у вас сразу выяснится, где у вас черные дыры. Как? А вот очень просто, потому что в одних вузах, знаете, у Рособронатожа судился долго с гуманитарной академией или с кем-то еще. Одно за другим заседание судебное, то метры, то книжки, там не подберешься. А потом в какой-то момент спросили, а дайте нам дипломы на проверку искать. Какие дипломы? Нет, нет, не надо никакие дипломы смотреть. Ну что вы? И сразу, знаете, конфликт. То есть можно выявить купленный диплом или... Да, но у нас проблема-то в другом. У нас проблема в том, что есть огромный, колоссальный спрос со стороны наших людей, огромный рынок, и административный, и частный, и есть омерта, то есть есть как бы молчание. Помните, что она говорила? Иван, все-таки давай не уточнись с дипломами. Как мы поймем, что этот диплом куплен, этот диплом... Очень просто. Когда вы их публикуете, у вас под каждым диплом имя, фамилия. Если вы этот диплом проверяете на дипломе, если просто он висит, вы видите текст. Дипломную работу вы имеете в виду. Конечно. Либо он нормальный, либо он ненормальный. И проект, который поддерживает и Роспроцессор, Министерство образования, называется востребованное образование. Это что работодатели? Это конкурсная модель трудоустройства. Дать студентам мотивацию писать лучше. Но просто такие вещи не делаются за ночь или за день. Слушайте, мы 20 лет это не делаем. 20 лет. Поддельные работы люди сдают. 20 лет платят. Вы понимаете, что если закрываются уголовные дела, это значит, что на самом деле это не Министерство образования. На секунду. Это проблема комплексная. Действительно. Борис Борисович, потом Михаил Старшинов, и доктор Мишнитович. Ну, я как преподаватель российского вуза с 20-летним стажем хочу все-таки пару слов защиту российского образования сказать. Вот на фестихе, где я там 20 лет преподаю и 15 лет заведовал кафедрой, московский фестих, там это в принципе немыслимо абсолютно. По-прежнему фестих производит новых нобелевских лауреатов. Это в принципе невозможно. Теперь по сути вопроса. Существует два вида вузов условно в стране. В один, например, как вот мой фестих, идут люди сознательно, с большим ЕГЭ, понимая, что если ты как-то войдешь, ты все равно вылетишь на первой же сессии за серьезным образованием. Те люди, которых мы показали, шли не за образованием, они шли за следующее. Получил диплом, заплатил бабки, я теперь с высшим образованием и в резюме пишу, возьмите на работу. Я, кстати, этот фильм оцениваю не так однозначно. Он, с одной стороны, как бы разоблачает, а с другой стороны, допустим, я вот такой вредный родитель, который хочет купить тупо сыну диплом. Это же реклама. Смотрите, из года в год показывают, а те же люди успешно продают. Сын Борис, ответьте, Борис. Теперь смотрите, сейчас последнее, что скажу. Но я хочу обратиться серьезно к родителям и к молодым людям, которые думают, что это хорошее решение. Друзья мои, мы слышали о профессиях, энергетика, строителя, врача. Если вы думаете, что вы ни черта не знаете, как профессионал, как инженер, и вы найдете себе работу, и вас оттуда не выгонят с позором, энергетика, строительство, медицина. Вы ошибаетесь, идите в хорошие вузы, а эти, я согласен, просто закрывать. Борис, Борис, по вашей логике не нужно показывать проблему, нужно о ней умалчивать, что ли? Борис, давайте вы ответите за свой фильм. Это, безусловно, зона ответственности чиновников, однако все это происходит, естественно, по причине совершеннейшего смещения ориентиров в обществе. Значит, огромное количество людей, живущих в представлении, что нужна корка, не понимающих, для чего нужно образование, в принципе, образует огромный спрос. Нам сказали, что у нас рынок. Ну, вот эти люди, которых мы показывали, они удовлетворяют этот спрос. Ежемесячно, ежегодно, постоянно. Я, извините, еще раз, я не каратель, не, боже упаси, не сталинист, ничего. Журналист. Превосходный при том. Ну, понимаете, чем дальше... Я даже больше скажу, я когда-то был восхищенным демократом, но чем дальше, тем больше я понимаю, значит, пока вот этих вот граждан, каждого конкретно, не начнут сажать, ничего не изменится. Можно сколько угодно толочь воду в ступе, сколько угодно. Последний пример, например, просто не влезло в фильм. У меня было довольно большое расследование про Ленинский ПЕД. Это главный ПЕД-университет страны, ныне МПГУ. Значит, ректор расхитил все. Хищения гигантские. Мы показали, мы рассказали схему так называемых вузов прокладок, вывода денег, миллионы. Прошло два года, тишина. Ректор успел спокойно, с почетом, отойти в мир иной. Все проректоры уехали на свои виллы, на Лазурный берег. Вуз тогда, вуз тогда, кстати, вместе с Минобром, написал бумагу в Следственный комитет. Мы даже не можем найти ответа. Где? Что? Да ничего. Михаил Игоревич, вот видите, восхищенный демократ некогда требует репрессий. Вот, вот, то есть, протразвляется общество. Вы знаете, я, вот что, как бы, вот видел эту ситуацию. Во-первых, я, конечно, абсолютно согласен с тем, что то, что происходит сейчас и то, что мы видим, мы же увидели только маленький, выдернутый из общего, из общей картины, из общего контекста, маленький фрагмент. Таких вузов, к сожалению, огромное количество. Это, безусловно, прямая угроза государственной безопасности Российской Федерации. Это вот, просто безусловно... Хорошо, что мы это сформулировали. И это, ну... Диверсия. Это вот некий факт. Это, да, это хуже, чем диверсия, понимаете? Значит, вот разговоры о том, что... Вопрос следующий. Есть профильный чиновник, самый главный, он здесь министр образования, который отвечает перед обществом, перед президентом, перед людьми за положение дел, фактическое положение дел. Нам же не шашечки, нам ехать, значит, в сфере образования. Разговоры о том, что, вот вы знаете, сейчас мы эту комиссию тут пришлем, это мы туда, это вот там на оценку здесь изучим, там расследуем. Это вот ни о чем. Значит, разговоры эти о борьбе с коррупцией в целом в системе образования могут идти бесконечно. Вот что ему стоило бы сделать? То ему стоило бы прийти к президенту и сказать, если он сам не в сцене сделал, сказать, Владимир Ильич, вы знаете, вот, ну, имеет место быть проблема. Соболев снял фильм. От нее бессмысленно. Да, можешь так сказать. Сам не знаю. Надо разобраться. Соболева фильм посмотрел. Приди сказать, вот вы знаете, такая ситуация. Значит, после этого, поскольку он им не распоряжается, вот ему должны дать и поручения, и они будут даны, я вас уверяю, как только будет поставлен этот вопрос профильным министрам, и министру внутренних дел, и генеральному прокурору, и представитель Следственного комитета, о том, чтобы создать группу и изучить внимательнейшим образом, внимательно, досконально изучить, какие, только вот не подходить к этому формально, потому что это никогда не закончится, а по факту, какие вузы являются, я не помню, если это условно, просто вредными для нашей страны. Вот после этого, вот после этого, все эти дела, их будет там не так много, их может быть там 10, 20, 30, будут доведены до логического завершения не 8 лет условно, а реальный приговор, реальные строки. Вот тогда что-то изменится в этой системе, а пока само министерство образования это устраивает, по тем или иным причинам. Можно сколько угодно сотрясать воздух, что сейчас мы тут все как один, ну корреспондент, то есть пока третья передача, да, а вот и ныне там. Мы же будем можем сколько угодно страусиную позицию, понимаете, занимать, что как будто проблема там где-то на месте решили, а вот эта полусумасшедшая женщина, понимаете, или умело ей прикидывающаяся, она будет плевать на нас и на наше будущее, пока мы будем заниматься этим формализмом, чем заниматься Минобором. Но тем не менее, справедливости ради надо сказать, что министр ответил на все вопросы Бориса для этого фильма, и все-таки меры... Ответов на вопросы спросим у министерства Авоста и ныне там... Меры принимать... Это такой вал просто проблем, который невозможно решить сразу, то есть какие конкретные меры сейчас необходимы, чтобы, ну, действительно чудовищную ситуацию разобрать, может, на кирпичке эти кирпички в пыль превратить? Для вас, возможно, станет сюрпризом, но министр образования и науки Российской Федерации, он не принимает решений о посадке конкретного ректора. А я вам сказал... Значит, юридическую... Одну минутку я закончу. Что надо делать, министром. Одну минутку. Михаил Георгиевич, подвесы, не функционируют проблемы. Для того, чтобы в Российской Федерации существует законодательство, в соответствии с которым работают абсолютно все органы власти, по которым живут наши граждане, и должны их уважать, и мы с вами это понимаем, мы переживаем за это, и должны также понимать, что наша задача, как минимум, возвращая престиж российского диплома, мотивировать студентов на обучение, контролировать эффективность этого образования. Я должна добавить, если позволите, я добавлю, что эта проверка в конкретно этом вузе была инициирована Министерством образования и науки. Ну, равно так же, как и многие другие. И я вас уверяю, результаты работы каждой будут обсуждаться, если не здесь, я боюсь, эфирного времени не хватит. А давайте неполитиков чиновников спросят сейчас, обратимся к доктору. Ну, при чём тут это? Да я вам говорю, что надо делать, это катастрофическая ситуация. Это ровно, это ровно, это ровно. Ну, правильно, что вы это проверяете. Это было вообще верхом, так сказать, если бы не знаю даже чего, если бы вы сказали, что вы их ещё и не проверяете. Ну, правильно, это ваша работа. Я говорю о том, что она должна быть более эффективной. Вот я о чём говорю. Ещё бы. Мы все стремимся к эффективности каждой своей деятельности. А я просто подсказываю вам, подсказываю, я за, я помочь хочу, а не навредить вам. Что стоило бы сделать министра? Пусть он придёт в Государственную Думу и обманкает, и предложит, давайте создать, давайте какую-то парламентскую группу проведём. Ему, я понимаю, ему тоже тяжело на себя брать всю ответственность. Ну, давайте двигаться в это направление. Зачем парламентская группа? Вопрос, что уже опубликовать тексты дипломов. Опубликуйте все тексты дипломов всех вузов. Тоже вариант. Тоже вариант. Бешлак, нужна парламентская группа. Какие методы? Сейчас, Борис. Вы знаете, мы этим вопросом занимаемся постоянно. В парламенте, там, комитет этим занимается, и с Рособранадзором мы работаем, и с Минобром. Поэтому работа ведётся. Я говорю, уже в этом году закрыли 155 вузов. Это значит, больше, чем один вуз в день. То есть, процесс пошёл. Это действительно очень важно. Но в чём я не согласен с нашим специальным корреспондентом замечательным, это в том, что у нас система образования как-то забросана деньгами, что там их очень много. Я вам просто скажу, что весь бюджет российского высшего образования федеральный, это приблизительно два бюджета Гарвардского университета в Соединённых Штатах. Так что говорить о том, что там какое-то огромное количество денег, нельзя. Если брать нашу всю образовательную систему, обычно считают там процент от ВВП, так вот у нас доля образования как процент от ВВП в полтора раза ниже среднемирового. Среднемировое включает в себя и США, и Зимбабве. Поэтому проблема недофинансирования образования, она тоже существует. И когда мы заставляем ВУЗы зарабатывать любой ценой, а показатели финансовых ВУЗов, это показатели оценки эффективности ВУЗов, мы на самом деле подталкиваем их на эту скорость. При этом, сколько бы мы денег не давали, это же государственные деньги. И мы должны спрашивать, зато эти деньги рационально тратятся или нет, если мы даем бюджетные деньги. Я понимаю, если можно лишить аккредитации, лицензии, но если мы дали государственные деньги, за них спросить-то нужно? Если ты их лишил лицензии, аккредитации, две государственных денег они не получат, и государственные деньги пойдут в ВУЗы, Ну, они до этого получали, если бы не репортаж Доболева, то там промиссия Министерства образования Мы здесь как будто уже законно... У меня сюжет Бориса Соболева, он во многом личный, потому что второй метод это моя альма-матер. И вот когда вы говорили про то, что МФТИ, там невозможно, Нобелевские рауреаты, вот зная, как я спал 6 часов в день, плюс час назад и час на дорогу туда, поверить невозможно, что там такие вещи могут происходить. Я даже немножечко разочарован, не сюжетом, а тем, что мы с Борисом договаривались, что вот преддверие будущих экзаменов может быть мы сможем все-таки привлечь правоохранительные органы и взять, так сказать, заболезненные места этих товарищей, а он все-таки пошел на опережение, и, видимо, они теперь, что называется, могут уйти в подполье. Но это нужно было сделать обязательно. И, кстати, очень важно, этого не прозвучало в сюжете, но вопрос задан, почему уходит от ответственности? Вы не представляете себе, какие изощренные схемы. Я вот тоже немножко занимался своим расследованием. Московский вуз, государственный, крупнейший, ректор регистрирует одноименный коммерческий, куда официально за деньги принимают сотни студентов. Слушайте, сколько схемы сегодня раскрыли в образовании. не учатся, а потом их переводят из одноименного коммерческого в одноименный государственный. Все легально. Деньги белые, приняты по приходному ордену, вопросов правоохранительных органов быть не может. Студент как бы год учился, а при переводе не надо ни ЕГЭ задавать, ни экзамены не задавать, перешел. И главное, в дипломе будет написано, что действительно закончил государственный вуз, и вот он перечень списает. А ректор один и тот же, в коммерческом и в государственном. Один и тот же человек. Берет с двух рук, стреляет. 15 тысяч студентов. Александр Леонидович, для вас альмаматор тоже, да, для меня, и, конечно, ситуация вам знакома. Вы встречались вот с такими врачами, с купленными дипломами, а не вот нам, людям, которые ходят к врачам. Я вам скажу, я вам скажу, может быть, крамольную и парадоксальную мысль. Я иногда считаю, что даже купленный диплом лучше того, что получают при таком уровне образования в медицинском институте. Это, может быть, парадоксально. Сейчас учат так, как учили, вернее, уже не учат так, как учили в советское время, но медицину у нас, которую обучают, она осталась там, в 70-х. Такой медицины в мире больше нет. Медицина совершенно изменилась за последние 30, 20, 10 лет. Мы даже близко не представляем, мы не можем модернизировать здравоохранение, мы не можем учить правильно людей, у нас нет этого предмета. Вот с такими специалистами, которые... Я почему говорю купленными? Потому что то, что сейчас люди приходят к уровню их неграмотности, вы себе не можете представить, а вы к ним ходите лечиться. Вы ходите... Я уже молчу, там, про хирургов... Мы можем себе представить. Вы смотрите, приходится к каждому человеку врачать в врачи. Смотрите, как сделано. Очень просто сделано в такой стране, как Франция, учится сын у меня на медицинском факультете. Там все просто. Принимают желающих на медицинский вуз всех. Вот 4 тысячи поступило в Сорбону на медицинский факультет, но выходит, на второй год переходит только 300 человек. 300. Меньше 10% переходит. Хочешь, гуляй с девочками, пей, но, если не будешь заниматься 12 часов 7 дней в неделю, ты не пройдешь. Да и будешь заниматься, не пройдешь. Проходит только 9-10%. Потом тебе дается еще один круг, ты можешь повторить. Если ты со второго круга не пришел, во Франции в медицину тебе вход закрыт вообще. Поэтому, ты же не можешь купить диплом, что ты умеешь играть на фортепиано. Пойди сыграй. Вот так и здесь. Надо поставить обучение. У нас реформа здравоохранения начнется только после того, как мы начнем по-другому учить наших студентов. Тогда через 5 лет они выйдут и они начнут эту реформу здравоохранения. А сейчас это бессмысленная трата времени и людских жизней и здоровья в том числе. Да, здесь важно сформулировать, что вот эти люди с купленными дипломами, они ни обществу, ни экономике не нужны. А какие нужны сейчас и востребованы? Ну, смотрите, по факту наши родители и общество мудрее, чем нам кажется. И за последние годы у нас происходят очень серьезные изменения. Родители умные, осознанные, видя то качество дипломов, которое дается в вузах, начинают отдавать детей на востребованные профессии, например, в колледже. И в тех регионах России, где строятся предприятия, новые заводы, где вкладываются деньги, у нас конкурс в колледже становится выше, чем в вузах. То есть у нас стало нормальным, например, в Татарстане конкурс четыре человека на место, шесть человека на место. Это на какую профессию? По токари, фрезеровщики, сварщики. А в прошлом году в Татарстане 51% выпускников девятых классов впервые в истории России пошел не в вузы, а пошел в колледжи. Тенденция на самом деле переломлена, просто мы ее здесь пока еще не заметили. Хороший сварщик. Да, мы привыкли, что все люди идут сразу в вузы после школы. Получает гораздо большие деньги, чем менеджер, который сидит в офисе. Чем менеджер с купленным дипломом. Конечно. Получает 60 тысяч, 70 тысяч, 80 тысяч рублей и больше. Важно здесь то, что вот этой возможностью купить диплом, за взятку его получить, мы не развращаем уже целое поколение. Да, то есть при советской власти, вот мне интересно, в РССР. Мне кажется, что... Я думаю, что Борис знает. Давайте Дмитрий Гульков. Вот два последних выступления, коллеги Мясникова и ваши. На мой взгляд, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрируют тот тезис, с которого я начал. Какие цели мы ставим для своей деятельности? Депутатов, чиновников, общества? Какие цели? Вам что, шашечки или ехать? Если у вас цель получить квалифицированных хирургов, квалифицированных инженеров, квалифицированных токарей, вы от этого должны построить все требования на систему образования. Если у вас будет цель содержать систему образования, и чтобы были вузы там и так далее, и так далее, то вы никогда не получите на выходе этих самых людей. Теперь про коммерционализацию. Понимаете, к сожалению, я говорю, что по содержанию наше государство не работало, цели таких не ставило. Мы что сделали в части реформы? Две вещи. Провели коммерционализацию, это точно, распространили ее вообще на всю сферу. Хотя ее смысл был бы только в одном. Коммерчески обучать тех, кто будет конкурировать с коммерческим обучением за границей. Вот за это имеет платить деньги, не за границу, а здесь. Если ты конкурентоспособен тому образованию. И второе, что мы сделали, мы в Болонскую систему вступили. Вот все наши достижения в области реформы образования. Нет больше ни других каких-то фактов, которые можно было бы сказать, что это реформы образования. И что мы хотим? Да, вот сейчас Борис Соболев, следом ваш вопрос. Понимаете, вот здесь самые эмоциональные такие, поставленным голосом выступлением в основном от депутатов Государственной Думы и от... У меня встречный вопрос. Скажите, вы из своей среды хоть одного человека с купленной диссертацией выгнали? Вот, понимаете, горлопанить... Вы так к Дмитрию обращаетесь? Дмитрий не депутат Государственной Думы, член Деноверского клуба, политолог. Это вообще. Значит, вопрос вообще. Он все равно же останется без ответа. Значит, понимаете, горлопанить на ток-шоу это одно. Значит, как только, как только, какая-то... Снимать что-то другое. Вы, пожалуйста, без оскорбления. Как только какая-нибудь... Грубовато. Какая-нибудь часть нашего общества покажет положительный пример. Например, как только в каком-нибудь министерстве выпрут людей с купленными диссертациями, которые легко вычисляются, как только из Госдумы попросят этих людей, слушайте, уже атмосфера существенно оздоровится. Как только в вузах, в вузах профессорско-преподавательский состав, интеллигенция, хоть раз из своей среды отторгнет взяточника, просто перестанут руки пожимать. Один раз уже ситуация изменится, но пожимают, но здороваются. Среда не отторгает ни на каком уровне. Вот в чем проблема. Давайте ответим, Вячеслав Алексеевич. Далеки от реальности. Во-первых, это происходит, и среда отторгает. А Б, это, конечно, идиалистично. Вы знаете, я тоже декан факультета в Московском государственном университете. Я знаю, что бывает. И, кстати, были случаи даже в МГУ. Сажали, сажали. То, что не отторгают, ой, еще как отторгают. Что стало с этим деканом с дочкой? Декан на воле, дочка на воле. Он перевелся куда-то, она условна. Понимаете, это вопрос действительно к правоохранителям. Я согласен с тем, что говорил мой коллега Старшинов. Сажать, безусловно, в этих случаях надо. Вопроса нет. Но говорят, что среда не отторгает. Среда еще как отторгает. Другое дело, что надо действовать в рамках закона. Закон ужесточен. Надо, безусловно, избавиться от этих пустышек. И эта задача, безусловно, будет решена. И если чем-то вот сейчас в первоочередном порядке заниматься, это, конечно, правоохранителям заниматься своим делом. Тем, кто выписывает диссертацию, это, кстати, ВАК этим занимается, и он должен, наверное, сказать, чьи диссертации там являются купленными. Я лично зачитал свою докторскую диссертацию в 1989 году. В советское время таких вещей не могло быть. Если вы дадите данные о том, что кто-то там из депутатов имеет купленные диссертации, докажите это. Это должен сделать по крайней мере ВАК. Понимаете, вот просто так говорить, что там все люди с купленными диссертациями, это тоже очень легко. Я вас уверяю, это далеко не так. В Государственной Думе есть академики Российской Академии Наук, есть Жарес Алферов, который является Нобелевским лауреатом, единственным живым лауреатом в стране. И поэтому, знаете, я абсолютно согласен с этим фильмом. Но, понимаете, надо действовать в рамках закона, разумно, имея в виду цель, и сейчас, если чем-то заниматься, то прежде всего, содержанием нашего образования, чему мы учим наших детей. И какая цель этого? А цель этого должна быть высокообразованный человек 21 века, гражданин нашей страны. Конечно, а то мы уповаем на карательные органы, давайте всех посадим. Ну, посадим. Дальше что? Дальше что? У нас нет образования такого, говорить про купленные диссертации. А кто бы не говорит о качествах вообще диссертации не купленных. Так давайте про дипломы, да, вот про этих людей, которые... А про дипломы я помню, даже при советской, извиняюсь, власти, в 80-е годы я подрабатывал, помогал целевым аспирантам, писателям диссертации. Был такое. В 80-е годы. Так сейчас вы сталкиваетесь с такими врачами-то, которые вот эти дипломы покупают? Я сталкиваюсь с врачами такими, что... Вот посмотрите, придет к вам в клинику такой врач, нападет, что вы его не возьмете. Но вы понимаете, что дело. А в государственном... Собеседование не выдерживает практически никто. Хороших врачей, я знаю в Москве, терапевтов, я не беру специалистов, общей практики, их на десятки, не на сотни, их мало. Они все друг друга в лицо знают, понимаете? Купленный диплом, не купленный. Вот с точки зрения нормальной мировой медицины это все одинаково где-то внизу. Врачи, вот это история. И главный врач и зав отделением, когда к нему приходит новый доктор, поверьте, он через неделю поймет, это профессионал или это дилетант. И, кстати, важная вещь. Вот Михаил Евгеньевич задал вопрос, сколько было в России и сколько сейчас. Вот смотрите, это непраздный вопрос. У нас было 400 вудов в Советском Союзе. Правильно. У нас осталось 700. Подождите, подождите, Михаил. Сейчас секундочку. 1100 и еще 2000 филиалов. Я это не к тому, чтобы цифрами блеснуть. Это вопрос к минобразу. Вот мы увидели системность проблемы. Нам не надо столько экономистов, не надо юристов. То есть нам надо за какой-то короткий срок убрать полторы тысячи с рынка высших учебных заведений, если я правильно вас понимаю. В связи с этим вопросом, а за какой срок? Мы их 10 лет будем убирать, тогда Борис будет каждый год продолжать на дне 4, 5, 7. Тогда давайте сформулируем. Или это можно в какой-то разумный срок сделать? Есть какой-то в этом смысле план, проект? Хороший вопрос. Что Рособорнадзор и министр Министерства образования видят сейчас свои главные задачи? Полторы тысячи нужно убрать. Я повторю. Первые очередные шаги. Значит, я повторю, что Рособорнадзор соответствует с поручением правительства, проводит проверки помимо плановых и внеплановые проверки вузов и филиалов. С сентября 2013 года из реестра лицензии исключено почти 700 вузов и филиалов. Уже сказали, что только в этом году 151 вуз и филиал исключен из реестра. За два года 700 филиалов. Ну, чуть меньше, чем за два года. Надо еще полторы тысячи, то есть еще два года Борис сможет снимать... Насчет надо, я опять повторюсь, что количественно качественных вузов может быть и больше. Но пока мы убеждаемся, мы благодарны этому фильму еще за то, что показывают на самом-то деле объективную вещь, потому что очень часто Рособорнадзор проводит проверку, составляет акт, составляет административный протокол об административном правовом нарушении, а потом начинается. Это вуз хороший, он готовит замечательные кадры, вы что делаете, вы все неправильно. А вот этот фильм показывает на самом-то деле, в какие вузы мы приходим и что там происходит. Собственно, вузов лицензии это часть. Конечно. Часть, только часть той небольшой работы, которая сейчас проводится в рамках очищения вузшей школы от наследия 90-х, которая наплодила нам филиалов, и в том числе не государственных вузов, которые специализируются только на продаже дипломов. Вот от этого мы должны сегодня избавляться. Вам надо в два раза больше сотрудников, чтобы в два раза больше проверок провести. Давайте первые, очередные задачи. Задачи сейчас Рособорнадзор сформулировал, чтобы вот этот, разгрести этот комок. То есть проверки ваши цели, первые. Безусловно, основная цель это повышение качества образования. В рамках этой цели есть несколько миссий. Мы проводим комплексные проверки Рособорнадзора по своей части, финансово-хозяйственная деятельность, любые, любые абсолютно действия, которые так или иначе вуз проводит в области своей деятельности, компетенции, которые у него есть. Как только мы видим, что этот вуз дает некачественное образование, что он неправильным образом распределяет виды работ, связанные с управлением имуществом. Как только мы видим жалобы студентов, как только мы видим абсолютную неэффективность этого вуза, мы принимаем решение по тому, как именно дальше будет он или не будет вообще существовать. Спасибо огромное нашим экспертам. Спасибо Борису за этот фильм. Что ж, пора заканчивать. Уверены, что и очень надеемся на это, что в профильных министерствах, правоохранительных органах разберутся в тех фактах, которые были приведены сегодня в фильме Бориса Соболева. И надеемся очень на жесткую реакцию. Все-таки абитуриентам и выпускникам советуем хорошо сдать экзамены. И понятно, что ум и знания за деньги не купишь. Это была программа «Специальный корреспондент». С вами в студии был Евгений Попов. До встречи в этой студии ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok